Всем очень привет! Мы продолжаем обменить Linux. Сегодня я вас немножко обманул и немножко перепланировал то, что буду рассказывать. Я сократил сегодняшнюю лекцию, которая должна была быть целиком про перформанс и отладку. Убрал отладку, потому что про отладку вам расскажут где-нибудь на реверсе и пыльне. Мы говорим только про перформанс и чутка подвинули вперед докер, половину лекции про perf, половину про докер, введение в него. Материал на сегодня в одном zip-файлике, немножко сишного кода, немножко докер-файлов. Какой у нас на сегодня чуть более подробный план? Мы говорим про вообще, что такое перформанс в рамках Linux, определяем какие-то термины, какие-то модели, посмотрим на в целом методологии, почему она нужна. Перформанс по Пури, где я собрал некие темы, которые хочешь рассказать, но мы сначала их проскипаем в пользу докера, если у нас останется время, вернемся к ним. Там, в принципе, подробно достаточно на слайдах, так что если мы это не успеем, то проблем с этим не будет. И подробнее посмотрим на самом деле на Wireshark и Tshark. Это, конечно, относится чуть более к сети, но в том числе и к perf, и посмотрим на всякие приколы и того и другого. Чуть более подробно, чем это было в лекции по сетям. В докере мы вспомним прошлую лекцию, посмотрим, вспомним то, как достигается изоляция, закончим изоляцию до конца и разберем картинки, контейнеры, посмотрим на селяйку докера, как с ней работать, как запускать контейнер, останавливать, листить, как нарушать изоляцию и попишем в докер файл. О чем мы говорим, когда мы говорим о перформансе? Это что? Пожалуйста, говорите со мной, иначе мне будет очень грустно. Можете говорить все, что угодно. Ну, в плане разумное, но не бояться ошибиться. Я не расслышал? Не, ну я говорю, ну да, представление, конечно, то, что справа, но я говорю немножко про другую вещь. Мы говорим про производительность. Про то, что влияет на производительность, как ее можно измерять, как можно смотреть, из-за чего производительность страдает. Чтобы ее оценивать, нужны метрики, нужно знать, какие показатели влияют, и в процессе расследования какой-либо проблемы можно столкнуться с антипаттерном, который очень хорошо описывается анекдотом. Стоит пьяница и что-то ищет под фонарем, темно. К ним подходит полицейский и спрашивает, что ищешь? Он говорит, ключи. Полицейский начинает ему помогать, они вместе под фонарем ищут ключи. Что? Долго ищут, не могут найти? Полицейский спрашивает, а где хоть потерял? На что он отвечает? В парке. А почему ищешь здесь? Потому что под фонарем светло. Это такой не очень смешной анекдот, но очень распространенный антипаттерн, когда мы пытаемся решать проблемы инструментами, которые для этого не предназначены, просто потому что мы это делать умеем. Вот. Как мы можем оценивать перформанс, или в сокращенном первых, я привел какие-то вот четыре базовые метрики. Первые две метрики относятся очень сильно к работе по сети и к каким-либо сетевым сервисам. Первый, у нас есть сайт, и мы можем говорить про latency. Latency — это время, ну, задержка. Время, которое требуется для того, чтобы, например, запрос достиг, обработался и вернулся нам. Чем меньше latency, тем меньше реми ответа, тем удобнее с этим работать. Пропускная способность. Если latency измеряется в единицах времени, то пропускная способность — это измеряется в единицах работы. Это количество работы, которое мы можем сделать за единицу времени. Это какие-то две основные. Чуть более общие — это runtime, время, за которое какая-то задача отработала, и cost. Сколько ресурсов мы тратим на операцию. Ресурсы у нас есть, например, в финансе, потребление энергии и так далее. В чем смысл cost? Предположим, у нас есть... Сейчас будет какая-то просто мысленный эксперимент, в котором объясняется, почему cost — это тоже показатель перформанса. Допустим, у нас есть какой-нибудь кластер в облаке, кубировый. Не важно, что это значит. Это важно, что он работает на нескольких машинах, и когда он в облаке, есть такой механизм, который называется horizontal autoscaler, который позволяет нам, если у нас вырастает нагрузка, запросить у облака еще машин, чтобы кластер работал еще на них. Например, у нас, не знаю, сервис интернет-магазина, у нас черная пятница, повысился спрос, больше нагрузки, и система нашей ордестрации сама запрашивает у облака еще машины, и начинает на них тоже запускать наш софт, чтобы он обрабатывал запросы пользователей. Потом нагрузка спала, и этот же autoscaler сам эти машины снял. Это хороший сценарий. Какой может быть плохой сценарий? Разработчики выкатили обновление софта. И это обновление софта очень сильно влияет на производительную систему. И теперь наши 10 машин не справляются, а все работает на 30% медленнее, и поэтому нужно еще 3 машины. И теперь мы платим не за 10 машин, а за 3 машины, потому что у нас уменьшилась производительность софта, если у нас система адаптивная в каком-либо виде. Вот эти 4 метрики мы хотим мерить и все из них уменьшать. Хочется определить термины ресурс и нагрузка. Такие у нас есть ресурсы. Что такое ресурсы? Если мы говорим про производительную систему. Примеры. Не прошу определения общего. Киадра, потоки, память, еще? Диски. Диски. Сеть. Вообще практически все перечислили. Чтобы понимать систему ее производительности, нам нужно понимать, какие есть ресурсы. Ресурсы мы перечислили. У нас есть... Можно говорить про ресурсы как про физические компоненты. Ой, физические компоненты — это 100% ресурсы. Мы говорили, CPU, диски, шины, память. Если мы говорим про... Мы можем называть и софтверные ресурсы, например, доступные процессы. То есть у вас на системе может быть ограниченное количество процессов. Не может быть, а всегда. Оно очевидно ограниченное. Вот. И... Но опять же они упираются скорее в память, но в том числе и в какие-то софтверные компоненты. Вот. Нагрузка — это количество операций, которые обрабатывают ресурсы. Уровень активности ресурса. Во-первых, для процессора — это количество тактов, которые тратятся. Для памяти — ее загруженность. Для дисков — количество операций ввода-вывода в секунду. Нагрузка на сеть. Окей. Тут я решил нарисовать компоненты. Давайте будем рисовать. Так, я лучше открою. Давай вот, потому что я не знаю, что там может быть. Вот. Давайте построим какую-то базовую схему того, как устроен компьютер. Как бы это смешно ни звучало. С чего мы начнем? Процессор. Процессор. Отлично. На связи с CPU. Он с чем-то должен взаимодействовать. Как минимум. С чем? По аккуратности. Да. А через что он с ним взаимодействует? Ну, давайте это абстрагируем как шина. Что еще есть? Ну, только что назвали. Нет, ну, оперативную память я нарисовал. Что-то еще было, кажется. Игдонли-меморио? Ну, она где-то в материнской плате есть, но сомневаюсь, что она как-то влияет на первых. Но у нас есть диски. Про это мы говорили. У нас есть сеть. Про это тоже говорили. Ну, и сетевой интерфейс — это порт. Все эти штуки завязаны на... Перед диском у нас стоит контроллер дисков. Даже его контроллеры его называем. Перед сетью у нас стоит нетфорк контроллер. Удивительно. Все они присоединены к такой штуке, как мост ввода-вывода. И по-хорошему нам хочется уметь мерить перформанс на каждом из этих компонентов, включая... Что это не то я взял? Включая мосты, шины и так далее. Я заранее нарисовал картинку покрасивее. Помимо всего этого, у нас еще есть источник электроэнергии, охлаждения. И это все по-хорошему тоже хочется мерить. Давайте как-нибудь так это сделаем. Это по-хорошему вам должны были рассказывать на курсе АКОСа. Хочется мерить производительность дисков, сетевых портов, мостов, что на самом деле сложно и часто не делается, что у нас на CPU, что у нас оперативная память и так далее. Какая у нас температура процессора. И в принципе всего. В принципе весь рассказ по перфу, он будет вдохновлен работами такого человека, как Брендан Грек. Раньше работал в Sun Microsystems, в Netflix, сейчас работает в Intel. Разработал очень много инструментов, провел очень много выступлений, лекций и так далее. В презентажке будет видео, где он куда-то центре кричит на диске. Смотреть мы его не будем. Не будем. Он очень много времени потратил на выработку методологии по анализу перформанса. Он работает перформанс-инженером. Что это означает? Означает, что у вас есть команда разработчиков, которые пишут софт, а потом приходят к вам и говорят, оно работает медленно. В качестве разработчиков и аналитиков можете быть вы сами, скорее всего так и будет, вы вряд ли будете выделены перформанс-инженерами, хотя всякое может быть. И мы рассмотрим три метода, которые объединяются методологи. Первый метод – это метод выставления проблемы. Мы выставляем, какая у нас проблема есть. Вообще, в принципе, почему мы считаем, что у нас есть проблема с перформансом? Всегда ли система вела себя так или она стала вести себя так недавно? Что было изменено? Например, обновился софт или не обновился софт? Можно ли проблемы с перформансом описать в терминах тех метрик, которые я упоминал? Latency, runtime, пропускная способность или стоимость? Влияет ли проблема с перформансом на всех или только на тебя? И какое окружение, какое у нас железо, софт, какие у нас версии, конфигурации? В принципе, ответив на эти вопросы, можно уже найти, в чем проблема. Например, выкатить обновление софта и сразу же после этого у нас начались проблемы с перформансом. Уже можно изучать не систему в целом, не то, что у них там диски медленные или то, что у нее все эти проблемы, а именно в обновление софта и так далее. Дальше это метод характеризации нагрузки. Можем ли мы найти, что изменилось в системе? То есть у нас начался неограниченно потребляться процессорное время. Кто вызывает эту нагрузку? Какой процесс, какой пользователь? Может быть, у нас нагрузка на сеть, с какого айпишника идет куча трафика? В каком месте нагрузка? Может быть, мы всегда попадаем в одну и ту же функцию, и она вызывается из раза в раз, и постоянно. Какого типа нагрузка? Это нагрузка на диск, нагрузка на процессор и так далее. И как она меняется в течение времени? И, собственно, чуть более подробный метод – это метод use. Мы для каждого из ресурсов, которые мы уже определили, мы определяем utilization – это время, в котором ресурс был занят. Если у нас процессор работает на нагрузке на все 100%, то у него utilization 100%. То есть он никогда не находится в состоянии idle. Saturation – это количество сущностей, которые ждут этот ресурс. Например, процессор, который ждет, чтобы попасть на диск. Если у нас максимальный utilization, то, очевидно, будет расти saturation, потому что у нас процессы не могут попасть на процессор. Ну и ошибки – это вдруг какие-то ошибки совершаются. Например, у нас падает производительность базы данных, мы смотрим, а у нас сыпятся ошибки диска, смарт-параметров о том, что там диск посыпался HDD-шник. Зачем это нужно? Мы избавляемся от паттерна пьяни и цифонари. Мы сначала задаем вопросы, а потом ищем для них инструменты. Мы не пытаемся одним и тем же инструментом, который мы знаем, решить все проблемы. Рассмотрим первые 60 секунд, которые, не знаю, к вам приходят, говорят, вот с этим сервером проблема. Или вы смотрите на свое приложение, оно работает медленно. Что можно сделать в первые 60 секунд? Первая команда, которую можно посмотреть – это команда Uptime, которая выводит нам какую-то полезную информацию, но самое интересное, что у нас здесь есть – это Load Average. Это три часа, которые каким-то образом характеризуют нагрузку на систему. Раньше это было примерно количество процессов, которые ждут исполнения на процессоре, то есть Saturation. Сейчас в это время также включено время, которое процессы ожидают из-за операции вот выгода. На этот параметр не нужно тратить больше времени, чем одну секунду. Вы смотрите, и вы можете примерно оценить, как нагрузка менялась в течение времени. Мы видим здесь три числа. Это, собственно, нагрузка за последнюю минуту, за последние пять минут, за последние 15 минут. Мы видим, что у меня 0.98, 1.36, 1.36 означает, что в последнюю минуту нагрузка упала. Если бы значения были возрастающие, значит, нагрузка… Если значения, там, не знаю, здесь 20, здесь 10, здесь 5, значит, за последнюю минуту нагрузка сильно скочила. Здесь можно просто оценить, а если за последние 15 минут перенагрузка 20, а тут уже 1.2, означает, что мы зашли на серваку, что слишком поздно, и нагрузки уже больше нет. Посмотрели, оценили, пошли дальше. Смотрим на ошибки. Опять же, вот эти 60 секунд – это моя вольная переделка статьи Брендана Грега, которая также называется. Но я немножко поправил. Тут Брендан предлагает использовать команду dmesc-pipetail, который выводит сообщения об ошибках, ну, в принципе, любые сообщения ядра. Сейчас сообщения ядра можно, тогда, когда он рассказывал эту статью, можно было тоже, но можно вычитывать из journal.ctl, это дефолтный инструмент для чтения логов, если вы на дистрибутиве systemd. Указав ключик минус k, мы говорим, что показывай мне керна логи. Ключик минус b означает, без аргументов означает текущий бут. Это эквивалентно минус b0. Если мы хотим предыдущий бут, то минус b минус 1, то есть до перезагрузки. И минус p, это фильтрация по severity, то есть в journal стиле капотов вообще все логи. Мы можем отфильтровать, начиная с ошибки, минус r, минус pr. Можем отфильтровать, там, не знаю, сколько критикалы или начиная с варнингов, минус p варнинг. В архиве, который я кидал, есть демка с OOM. OOM — это механизм ядра Linux, который убивает процессор, который выжирает слишком много памяти. Здесь пример такого процессора, который в цикле запрашивают у ядра 1 гигабайт памяти. После чего он в него немножко пишет, потому что если просто запрашивать, то есть шанс, что ядро на самом деле ничего не отдаст. А если мы запишем, то эту память точно нужно будет выдать. Если мы это дело соберем... Не нравится. И запустим, то ничего не происходит, потому что оно ничего не откроет, когда память не отделяет. Но давайте откроем какого-нибудь мониторинга того, что происходит, и видим, что у меня уже загружены 94% памяти, 95%. И в какой-то момент этот процесс будет убит из-за того, что он выиграл слишком много памяти, и системы памяти не хватает. Еще у меня полностью забьется swap файл. Swap – это место на диске, куда ядро может сгружать страницы памяти, если у них не хватает памяти основной физической. Swap – это вещь нужная, но если вы свопитесь, вот у меня уже полностью забьет swap, и у меня умер полностью вообще терминал. Давайте посмотрим... И память, как видите, освободилась. Давайте посмотрим на sudo-journal-stil-k-b-pr. и видим, что вот у меня последнее сообщение – out-of-memory killed process a.out. Можно увидеть и другие ошибки, например, в своей статье брендам показывает, что там можно увидеть, что у вас слишком сильно перенагружена сетевая карта, и она будет дропать пакет. Следующий инструмент – это VMStat. Это инструмент, который показывает статистику по виртуальной памяти, то есть по вашей оперативной памяти. Как это будет выглядеть? Первое. Мы сейчас будем смотреть очень много инструментов, которые своим аргументом будут принимать время, за которое они должны обновлять то, что на экране. Мы каждый раз будем передавать единичку, потому что, ну, она будет обновляться раз в одну секунду. Не хватает размера терминала. Здесь мы видим много разных колонок. Сейчас мы практически все их разберем. первая строчка – это… здесь некоторые значения могут быть агрегатами с первой загрузки. Ну, не с первой загрузки, а вообще, в принципе, с загрузки. Поэтому ее можно, в принципе, игнорировать. А дальше, каждое следующее – это то, что произошло за последнюю секунду. Есть на слайде пример. R – это количество процессов, которые ждут в своей очереди на CPU. Собственно, то, о чем я говорил про saturation. Если у нас процессы не исполняются, а ждут пока они будут исполнены, то у нас процессор насыщен и обрабатывает запросы с некой задержкой. Free – это свободная память в килобайтах. Если цифры слишком много, чтобы сочетать и понять, что это за число, то у вас все нормально. И можно будет потом на это посмотреть чуть подробнее. C и SO – это swap out, swap in. Это, собственно, то, что я показывал, когда у меня… когда я начал очень много памяти запрашивать, и она начала у меня свопаться. Если эти значения больше, чем ноль, то у вас не хватает оперативной памяти. Use – это время в юзер тайме. Опять же, вспоминаем, у нас есть kernel space и user space. Все вычисления, которые вы делаете, там, логические преподавания, но в юзер space. Если вы делаете syscall, то у вас растет system time. Если, кстати, я опечатался. То есть, очевидно, system time. Idle – это то время, которое мы не делаем никакие операции. Wait.io – это то время, которое мы ждем, пока обработается какая-то IO-операция, то есть запись на диск, чтение с диска. То, что, по сути, это… оно вложено в idle, просто мы знаем, почему оно idle. st – это stolen time. Это актуально только если то, где вы находите, это виртуальная машина на каком-то гипервизоре, потому что это компонент, который показывает, сколько процессорного времени у вас украли другие машины на этом же гипервизоре. Давайте посмотрим на демку первую с dd. Я открою, собственно, vmstat. Мукси, я его открою. А на втором я… все, что я делаю, это заполняю случайными данными диск на… файл на диске. И посмотрим, что начнет происходить с… показательным. Запустил. Очень удобно, что немножко летят колонки. Не знаю, почему они могли это сделать лучше. Нужно найти время в системе. Раз, два, три, четыре, пять. Пятая колонка. Пятая колонна. Как мы видим, до этого время в системе у нас было… исчислялось в цифрах числах из одной цифры. Сейчас оно подскочило даже до 25. Нет, не 25. Что надо сделать? Очень странно, что либо я не могу в этом увидеть ничего подозрительного, либо оно не происходит. Давайте покажу пример немножко другой, который точно сработает. В zip-архиве, который я скинул, есть файли, которые называются… System.load.example, в котором все, что происходит, это файл в цикле открывается и закрывается. Что это означает? Означает, что мы постоянно попадаем на системные вызовы. На системные вызовы open, на системные вызовы close. Вот если мы соберем это и запустим это, то раз, два, три, четыре, пять, пятая колонка должна начать расти. Одиннадцать, четырнадцать, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. До этого изменения были, числа были другие. Хотя, когда я делал эту демку, у меня изменения были гораздо более радикальные. Очень странно, что это так. Пятая, пятая, непонятно. Таким образом, можем оценивать примерно нагрузку на систему. Если у нас user plus system высокая, то у нас есть нагрузка на CPU. Если у нас есть высокий ватт, то у нас bottleneck в дисках, например. Следующие два инструмента – это чуть более подробный просмотр того, что у нас происходит в системе. Есть mp-stat. Который показывает состояние системы не всей, а на каждой CPU. То есть он показывает мне all на все и еще брейкдаун по каждому CPU. Зачем это может нужно быть? Это, например, у вас есть одно приложение, у которого одно, однопоточное приложение, которое очень сильно нагружает систему. Вы можете таким образом обнаружить, что у вас есть горячее ядро. Тут у меня большая часть ядер у меня в idle. И ничего не делают. Pit-stat. Опять же, брейкдаун теперь не по ядрам, а по процессам. Опять же, можно придать ему единичку, чтобы он показывал нам все это дело каждую секунду. И видим, что, ну, по большей части у меня почти в каждом из этих штук можно остановить прокрутку, нажав Ctrl-S и продолжить, нажав Ctrl-Q. Вот, давайте остановим и увидим, что большая часть нагрузки у меня вызывает XORG, а еще вот OBS что-то пишет, потому что записывает экран. Иостат, это показывает нам нагрузку на диски, на каждый диск, в брейкдаун по дискам. У него много, на самом деле, разных параметров. Давайте посмотрим. Видим, что он, я вывел с ключика минус H, это human readable формат, если без него, то он будет выводить в одну строку, и чтобы на это нормально смотреть, нужно очень сильно уменьшить экран. Поэтому минус H гораздо удобнее. Вот. Мы видим, есть параметры, например, давайте открою весь экран. Количество записей и чтений в секунду, количество записей и чтений в секунду в терминах килобайт, время ожидания на чтение, на запись. Average Q-Size — это среднее количество запросов, выданных девайсу. Если значение больше единички, то у вас диск Saturation, и у вас будет все плохо. Но не всегда, потому что это диск Saturation в рамках одного диска. Если у вас, например, есть логическое управление дисками, там LVM какого-нибудь, у которого на бэкэнде два диска или больше, то средняя длина очереди может быть и больше, чем единичка. Это не означает Saturation, потому что у вас буквально два диска, которые обрабатывают запросы. Вот. И Util — это процент времени, который диск делал работу. Давайте я опять же запущу и Astat, а в другом окошке опять сделаю DD. А что мы должны увидеть? Рост в... Мы видим рост в том, что у нас идет запись. Он показывает, что по гигабайту в секунду пишется, и видим, что растет утилизация. 15-25% и так далее. 53% — 100%. Если я закончу и пропишу SYNC, то утилизация тоже должна скакануть. Про это поговорим, когда дойдем до утилиты 3. И IOTOP — это не самый популярный инструмент, потому что у него должна быть поддержка из ядра для ряда его функций, но что-то он умеет, а именно брейкдауны не по дискам, а по процессам. То есть я запустил IOTOP, я вот вижу, что у меня OBS пишет меня на диск и читает с диска. Если у вас есть процесс, который будет читать, писать на диск без конца, то вы будете видеть его вверху и сможете его определить. Но вот мне пишут, что в ядре не включен параметр, поэтому не можем определить некоторые параметры. Free рассматриваем состояние оперативной памяти чуть менее подробно, чем в MSTAT. Нам пишут информацию по основной памяти, по свопу, общее количество, сколько использовано, сколько свободно. И чуть более интересный параметр — share.boothcash.available. Самое интересное, есть boothcash, потому что это по сути количество памяти, которое ядро использовал для того, чтобы оптимизировать работу с диском. Сюда сохраняются, кэшируются операции на диск, сюда же сохраняются некоторые страницы файловых систем, для того, чтобы опять же все это дело восходять. Если я посмотрю снова, у меня ничего не изменилось, но я не помню, удалил я файл, который я писал. rm. Я файл создавал, и я писал в него буквально случайные данные. Если я снова сейчас посмотрю на free, то мы увидели, что у меня резко упал boothcash, потому что я удалил файл, который лежал в памяти, который собирался быть записан на диск. Давайте я открою watch free. Я запустил free без ключика минус h. Минус h очень много, где это означает human readable. Вот сейчас, ну, если просто free без h, то он выводит в, скорее всего, либо в байтах, либо в килобайтах, не уверен, потому что всегда пользуюсь ключиком минус h, который означает, что, пожалуйста, показывай мне в формате, который я могу читать. Ну, а теперь снова запущу дд, снова буду записывать случайные данные в файл, и будем смотреть, как у меня растет память, которая используется для того, для кэша файловой системы. И даже после того, как я закончу запись, кэш не освободился. Лично я был уверен, что эту проблему можно решить, написав команду sync, которая буквально синхронизирует кэши и диски. Вот. Но, как видите, это не сработало. Хотя я вот очень уверен, что то, что я записал на диск, оно сейчас упало на диск, потому что я написал sync. Если мы считаем man на него, то это synchronized cached writes to persist storage. буквально то, что мы хотели сделать. Вот. Но почему-то единственное решение, которое помогло всем, чтобы сводить вот эти закэшированные данные, это можно отправить три в файле proxys.vm.dropcaches, который буквально дропнет кэши, и увидели, что оно упало до гигабайта. Вот. Но вот забуферизированная, закэшированная память, она может быть достаточно быстро, как мы видели, быть освобождена ядром и использована для других целей, поэтому у нас помимо просто free есть available. Это то, что мы, в принципе, можем вспадить, если мы потеснимся и уберем кэши. Вот. Собственно, demos.data. Переходим к сети. Достаточно неоргодоксальный инструмент, который называется SAR. И у него, на самом деле, очень много возможностей, но ту, на которую мы посмотрим, это, точнее, две. Первая, это нагрузка на интерфейсы. Мы видим, сколько нам приходит-уходит, и очень интересная была бы колонечка и FUTIL, если бы она работала. Но она не работала как 8 лет назад, так сейчас не работает. Вот. Сейчас мы видим, что у меня нагрузки особо на сети нет. Давайте запустим флут на меня же самого через localhost, и видим, что у меня на LO, на интерфейсе по localhost'у, скаканула нагрузка. Ну, видим, что появились пакеты, и в байтах тоже можем посмотреть. То есть, можно оценить, насколько сети нагружена система. Вряд ли у вас будет сильная нагрузка по localhost'у, но по какому-нибудь внешне торчащему интерфейсу может быть. У меня даже отвалился из этого Wi-Fi. Вот. Можем почитать, что означает каждая из колонок. Для этого откроем мануал и поищем по dev. И можно указывать кейворд для SAR, что мы хотим именно посмотреть, потому что SAR умеет много чего, на самом деле, не только в сеть. И вот он объясняет, что такое. Total number of packets received by second. Total number of packets transmitted by second. И так далее. Следующий пример с SAR, в котором я... Да, вот я написал про то, что UTL-штука была бы хорошая, но не работает. Можно посмотреть на не просто сырые соединения, а именно на TCP, где мы видим интересные моменты. Это active, passive и retrans. Если я запущу просто хпинг, у меня ничего работает. А, нет, будет. Это же... Не видим здесь ничего. Давайте я запущу так вот что-нибудь. Я сейчас в цикле запускаю курл, который, очевидно, устанавливает TCP-соединение и видим, что у меня появляются active TCP-соединения. И эти TCP-соединения это те, которые инициировал я. Вот. Если я принимающая страна, то у меня будет появляться passive TCP-соединение и retrans, это количество retransmission в TCP. если у вас плохой линк, то есть плохая связь с тем, с кем вы общаетесь, или как-то криво настроен firewall, то вы будете здесь видеть retransmission. Это то есть когда та страна поняла, что либо вы не получили пакет, либо вы запросили retransmission и вам возвращают данные, которые уже посылали. Вот. если вы видите retransmission, то либо firewall, либо проблем на сети. Одно из двух. И некоторые комбайны, которые есть, самый популярный, самый известный это топ. Его проблема то, что он, ну он показывает на самом деле очень много метрик по сравнению со всеми остальными. Ну то есть это комбайн. Его проблема первая, то что он не copy-pastable, ну с ним сложно работать как с copy-pastable. Его опять же можно остановить на ctrl-s и продолжить на ctrl-q. Вот. Мы видим здесь вывод uptime, видим load average, видим статус по процессам, то что у нас есть какие-то работающие, какие-то спящие и так далее. Нагрузка на cpu та же самая, что мы видели в m-state, что в user space, что в системе, что idle, что ждет диска, что украдено. Статус по оперативной памяти, что в кэшах, что свободно, что под swap и так далее. И breakdown по процессам, какие процессы, сколько едят и чего. Есть чуть более красивый, называется htop. Здесь мы уже видим breakdown по процессорам, какие как нагружены. И теперь можно переключиться на eop, смотреть, кто сколько пишет. Вот. мой самый любимый, максимально не дефолтный ставец буквально по названию Glances. Он максимально user-friendly и предоставляет на самом деле очень много информации на единицу экрана. Мы видим нагрузку на сеть, мы видим нагрузку на диск, мы видим загруженность файловой системы, температуру температуру с моих сенсоров, опять же, информацию по процессору, которую мы видели всегда, по приятной памяти, по свопу, load average и по процессам. Он пытается делать какие-то умные штуки, типа вот здесь температура будет отсортирована от большей к меньшей, если там будут какие-то очень сильные выбросы, здесь почему-то от меньшей, больше непонятно почему. Процессы будут отсортированы потому, что сейчас больше всего потребляется. Если у нас очень плохо все с памятью, то они будут отсортированы по потреблению памяти, сейчас у меня чуть хуже с CPU, поэтому сортирована по CPU. Вот. Очень люблю, рекомендую. Он также предоставляет веб-интерфейс и систем-дешный сервис, им буквально можно пользоваться как достаточно легковесной мониторилкой системы. Вот. У нас на самом деле очень много времени на перформанс по Пури, поэтому он будет сразу, а не потом. Давайте посмотрим вообще, откуда топ берет свои знания. Тайные? Для этого мы его пострейтим. Вот. Я хочу сделать стрейс топ и все, что летит в стдр, все, что летит в стдр, отправить в стрейс-лог.тхт. Открыли стрейс, посмотрели на него и открыли стрейс. Не буду вас томить, интереснее всего здесь посмотреть на сколы open, которые будут очень много открывать файлики, которые находятся в слэш-пок. Если я увеличу, то мы начинаем открывать слэш-прок, слэш-два, слэш-стат, потом стат-м, потом снова стат-м, 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 стат-м. Он таким, топ работает так, что он парсит информацию из прока. Чем это может быть проблемным? Например, у вас есть процесс, который спавнится на одну десятую секунду. И велик шанс, но при этом в это время потребляет безумное количество процессорного времени. Велик шанс, что топом вы это не увидите. Просто потому, что топ не успеет пропарсить слэш-прок и дойти до этого процесса, пока он не умрет. Вот такое. Можно глянуть на содержимое стат, но оно никак не будет аннотировано, там просто будут чиселки, которые я не помню, как интерпретировать. В принципе, можно посмотреть на сорцы того же топа и понять, за что отвечает. давайте немножко поговорим про scheduling and niceness. Когда мы говорим про Linux, мы очевидно говорим про систему, которая умеет мультитаскать. То есть, у нас одновременно работает несколько процессов. когда мы говорим про систему, которая одновременно работает несколько процессов, мы говорим про либо preemptive multitasking, либо про cooperative multitasking. Я не знаю ни одной операционной системы, которая построена на базе cooperative multitasking. У нас preemptive. Что значит preemptive? Означает, что у нас есть некая сущность в ядре, щедулер, который решает, когда процесс будет работать. Когда процесс снимается ядра с процессора, когда его запускает процессор. Означает, что процесс в принципе может быть первый на любой момент, но для процесса ничего не происходит. Он этого не замечает. Операционная система за это об этом заботится операционная система. Мы можем поговорить про cooperative multitasking, когда мы говорим про, например, приложение многопоточное, которое есть по потоке, и мы знаем, что делает каждый поток. Поэтому мы можем потоки останавливать, запускать и так далее. Пример, когда вам Алексей рассказывал про Asyncio, там тоже происходит кооперирование. что у нас оно немножко другое, это не multitasking, а синхронщина, но суть в том, что у нас есть некие сущности, которые исполняются, а потом могут самостоятельно отдать исполнение обратно на системе. На случай это крутина, если в случае Asyncio. И хочется некий механизм, который будет влиять на то, сколько каждый процесс будет получать процессорного времени. Для этого есть механизм, который называется niceness, который просто, мы просто каждому процессу навешиваем число от минус 20 до плюс 19, и чем меньше число, тем менее процесс хорош по отношению к остальным, и больше процессорного времени будет ему выдаваться. Тот же топ нам показывает niceness, вот здесь вот в колоночке ни. Вот видим, что у меня есть какие-то процессоры, у которых niceness минус 20, то есть максимально, и кажется, что это какие-то ядерные штуки. Вот. У всех по умолчанию niceness 0, например, есть на Linux-ы тулза, которая называется game mod, которая улучшает производительность игр, и в том числе она выставляет игре niceness максимальный, ой, минимальный, то есть минус 19, то есть чтобы эта игра работала с максимальным приоритетом на процессоре. Такой пример можно. EPPF. EPPF это достаточно недавний механизм в ядре, который позволяет загружать в ядро код и его исполнять. При этом гарантированно не получить панику ядра, гарантированно ничего не сломать и так далее. Например, если, ну, раньше, если вы хотели получить доступ до ядерных структур, ядерной информации, вы загружали модуль ядра. Модуль ядра во-первых, непереносимы, во-вторых, в них очень просто накосячить и сделать так, чтобы система упала. Вот. EPPF это виртуальная машина в ядре, которая исполняет EPPF код. EPPF код компилируется из сабсета C в EPPF код, байт код, исполняется на этой виртуальной машине, он достаточно ограниченный, там, например, вы на EPPF C не можете написать циклы произвольной длины, вариативные, только фиксированные, а до какой-то версии театра Linux в циклах в принципе были запрещены. Вот. То есть он достаточно ограниченный. Предшественник этой штуки это EPPF, EPPF вообще расширается как Extended Berkeley Packet Filter, а BPF это Berkeley Packet Filter. Он был в том числе разработан для того, чтобы фильтровать трафик в TCP-дампер. Вот. И ведутся сейчас работы по улучшению этой штуки, она сейчас все еще, она гораздо лучше, гораздо более совместимая с разными ядрами, чем модули дра, но все еще есть проблемы и ведутся в эту сторону улучшения. Вот. Есть коллекция инструментов от компании EoVisor, которая называется BCC. Честно говоря, я не особо знаю, как отлаживать системы без этого набора инструментов после того, как я узнал про то, что он существует. Вот. Это тулзы на астероидах. Они позволяют с минимальным импактом на систему ее трейсить и узнавать много чего о том, что происходит. Вот. Например, есть инструмент, все EPPF-ные программы нужно запускать от рута, потому что они буквально грузят код в ведро. Например, есть инструмент, который называется exec snoop, который буквально принтует на экран все экзеки, которые были совершены, то есть все запуски нового программы. Вот видим немного, что-то там происходит на бэкграунде, но если я возьму и запущу терминал в соседнем окошке у себя, то видим, что у меня произошло очень много всего. У меня распарсился текущее состояние гита, кубера, докера и так далее. Узнал название текущей этой машины, версию докера, потому что у меня там в шеле куча разных плагинов, которым эта информация нужна. Теперь могу сделать просто ls, но увижу я не ls, а exe, потому что у меня ls на exe залеатин, то есть если я сделаю which ls, то я увижу, что это вот инструмент exe. Теперь могу сделать pvd. pvd мне ничего не вывел, потому что pvd это скорее всего shell built-in command, и это команда shell, а не бинарник, который нужно запускать. Поэтому он в exe не выводился. Давайте я сделаю ls top. Видим, что top запустился, и top ничего не запускает под собой, работает сам по себе. Удобно, когда у вас есть программа, которая запускает какой-то процесс, и вы не знаете, что это такое. Еще есть open snoop, он подсасывается к всем системным вызовам open, и мы можем видеть, какие файлы открывают процесс. То есть, опять же, я открываю консоль, у меня вываливается куча всего, просто потому что куча файлов вычитывается. Там моя тема, плагин и так далее. Я могу открыть, катом прочитать etc hosts и не увидеть его, потому что слева процесса, справа название файла. сейчас фильтруем вот так вот. Например, файл hosts постоянно открывается, вы не знаете, кто это делает, какой процесс это делает, изменяет его. Вы можете вот с помощью open snoop посмотреть, посмотреть почему и кто. Это можно также делать другими механизмами, но неважно. Kill snoop это то, что я не смог сделать в прошлый раз, я думал, что сделают за меня стрейс. Можно смотреть, какие сигналы отсылаются к каким программам. Тоже очень удобно. То есть, если я там, не знаю, sleep 10, а потом прожму ctrl-c, то почему-то сигнал везде 0. Непонятно почему. Sleep 10, ps.aux, grab sleep. Давайте вот явно убьем этот процесс и увидим, что вот прилетел пролетел сигнал с номером 15. Если мы откроем там, 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 я не написал здесь. man сейчас history man signal не помню, в каком не помню, в каком manpage информации по номерам сигналов видим, что 15 сигнал это сектер, то есть, то, что, собственно, по умолчанию отправляет kill. И здесь не особо информативно просто потому, что все сигналы отправляются за ашем. Если у вас есть какой-то другой процесс, который отправляет сигналы, то будет гораздо более информативно. Exit Snoop, ну, программы, которые завершаются. Честно говоря, я не знаю, в какой ситуации это может быть полезно. Sleep 1. Вот, собственно, Sleep завершил свою работу. Если я сейчас закрою за ашем, в том числе Allacrity, у меня сейчас вывалится Zash и Allacrity. Но не только они. Вот. Чуть более интересное func count программа, которая буквально считает количество вызова функций в программе. в материалах в материалах есть файли, которые называются файлы, вот этот, да, func 2. Если я его соберу я запустил, я запустил пауту, чтобы он наводил статистику каждую секунду, если какой-то ключик, сейчас он работает так, что выведет всю статистику после того, как он завершится, то есть после ctrl-c. Вот мне надоело трейсить, я нажимаю ctrl-c, мне показывают то, что функция main вызвана один раз, удивительно, функция even root reverse string max сумма вызвана 3-4 раза, факториал вызвана 18 раз. Почему факториал вызвана 18 раз? Потому что можно догадаться, почему он вызван 18 раз, потому что факториал определенно рекурсивно, значит, один вызов факториала это не один вызов факториала, хотя вот в main он вызывается столько же раз, сколько и другие функции. Работает это функ удивительно, но функ count работает не только на чистой стишной binary, его можно запустить даже на гошной binary, что на самом деле удобно. Python calls, Java calls, PHP calls, Ruby calls позволяют показывать, какие функции были вызваны внутри Python, Java, PHP, Ruby. Если вам не кажется, что это очень круто, то это странно, потому что это реально безумно круто, что вы можете из операционки трейсить такие вещи. Проблема в том, что, например, для Python нужно, чтобы интерпретатор был скомпилирован с флажком, не помню, как он называется, типа with the trace. И, скорее всего, со всеми остальными ситуация такая же. То есть вам нужна поддержка на бэкэнде, чтобы были так называемые статичные U-пробы, то есть пробы в юзер-спейсе, которые можно цепляться, которым EPF может цепляться. По умолчанию их нет. Но, например, если у вас есть какое-то сложное приложение и вы хотите его потрейсить, то, в принципе, можно и пересобрать интерпретатор Python с этим ключиком, чтобы он работал. по сетям у нас есть TP-Live и TP-Retrans. TP-Live это очень просто удобная штука, которая показывает, какие TP-соединения были установлены. Например, я могу сделать курл, даже много курлов, и вот видите, на каждой курл у меня показывается информация в TP-Live. В принципе, то же самое можно делать и тем же, не знаю, спиддампом, вайршарком и так далее, но здесь это гораздо более лаконично и не захламлено. Если мы будем это делать там, не знаю, тем же спиддампом, во-первых, это будет очень большой перформанс-хид, потому что ему нужно будет переваривать весь трафик, который прилетает. Во-вторых, там нужно будет какие-то заклинания придумать, чтобы это дело отфильтровать, чтобы его можно было нормально читать. TCP-ретранс это, ну, то, что, в принципе, мы видели в инструменте, как он назывался, скажите, пожалуйста, в SAR, когда мы смотрели на SAR TCP и TCP, мы, в принципе, здесь видим ретранспиты, но можем их смотреть не через SAR, а через eppf-нутри TCP-ретранс. сейчас лень интегрировать ретранспитер, поэтому их не будет, вот, но можно посмотреть и так, и опять же определить, что у нас есть проблема с фаерболом или сетью. Помимо того, давайте покажу просто примерно, как выглядит тулзан, написанный с помощью eppf, для этого я когда-то давно патчил, опять же, в BCC есть инструмент, который называется bash-редлайн, который буквально позволяет смотреть то, что в баше пишется в системе, но эта штука не сработает на моей системе просто потому, что у меня arch, и тут баш скомпилирован динамически, эта штука, она цепляется к функции readline, и она рассчитывает, что функция readline есть в этом бинарнике, а тут его нету, этот бинарник слинкован с lib-редлайн, в которой уже эта функция есть, вот, не особо важно, что произошло, важно то, как это выглядит, emilia, машинер, вот, изначально все эти тулзы написаны на питоне, и там буквально в них встроена rim-вич-экзэк-снуп, они написаны все на питоне, буквально в этом же питоновском коде компилируется код на ebpf, он здесь захарткожен буквально вот так вот, и иногда он каким-то образом шаблонизируется, вот, я переписал это чуть более цивильно, у меня есть bf-дкод на c, и выглядит он как-то вот так вот, уже сейчас, я не знаю, писал это, наверное, полгода назад, уже сейчас я не могу вспомнить, что здесь происходит, не особо информативно, вот, и ebpf-программки, они работают как, у вас есть модуль, который вы загружаете в ядро, и есть код в юзерспейсе, который работает в юзерспейсе, и общается с этой программкой в ядре, общается он через так называемый performance map, это еще один механизм межпроцессного взаимодействия, и вот здесь я буквально с помощью библиотечки от eoVisor работаю с этим всем, вот, и вот я оттачу, буквально патч, который я сделал в этом коде, это сделал выбор, куда оттачиться, в библиотеку или в bash, вот, после чего я оттачиваюсь на вот эту функцию readline и работаю, то есть я могу запустить эту программку, запустить ее от рута, гладить кучек минус shared, чтобы он в правильном месте искал readline, а потом открыть bash, написать whoami, и увидеть вот здесь, то есть буквально можно мониторить, что происходит опять же в системе, вот, у этого есть некоторые ограничения, например, то, что все эти мапы и структуры ebpf, они статичные, и у них размер predefined, здесь, например, есть какое-то ограничение на длину команды, то есть если я впишу ааааааааа в конце б, то никакого оба мы не увидим. Здесь, наверное, символов типа 64, если мне память не изменяет. 79, то есть максимум 8 с 0 байтем. Вот. То есть какие-то ограничения все еще есть, но, опять же, это гораздо лучше, чем то, что было до eBPF. Вот. Есть инструмент, который называется bpftrace, который является высокоуровневым языком, который компилируется eBPF-bytecode. Я, честно говоря, им пользовался раза два в своей жизни, но это лучше, чем писать eBPF-код на C-шном ходе. Вот. Есть, у них в репетитории есть примеры, куча примеров всяких вайн-лайнеров. У меня должно быть что-то в истории. Скорее всего, это сейчас не сработает, потому что у меня не будет нужного тачпоинта. Нет, сработает. А, сработало. Это сейчас я ловлю все вызовы сискола open.at, и я вижу, какие процессы вызывают, открывают какие файлы. Опять же, сделано достаточно, ну, это лучше, чем писать стишный код. В материалы, которые я подлинкую, будет ссылка на эту штуку, можно будет почитать, что там происходит. И есть достаточно старый инструмент перв, который является у нас, в ядре Linux есть подсистема, которая занимается мониторингом производительности. И перв, это к ней фронтенд. Им я пользовался еще меньше, чем bpf-трейсом, но, например, вот я увидел очень интересный ванлайнер, который позволяет посмотреть, сколько раз щедулер сменил контекст. То есть, сколько раз в данном случае за 2 секунды щедулер с процесса расснял и снова назначил процесс. И вот мне написали, что 35 тысяч было раз сделано за вот 2 секунды. В чем проблема? Эта информация 35 тысяч ни мне, ни вам ничего не говорит. Это много или мало? Непонятно. Поэтому, на самом деле, хочется какие-то исторические данные, которые нам говорят о том, что происходит. Если мы, например, видим спайк в количестве смен контекста, ну, это что-то не то происходит. Вопросы? Тут составил план, что можно показать на VHARP, потому что я понял, что если я не покажу VHARP, то никто не покажет. И выбрал основные, самые интересные фичи, которые мы сейчас рассмотрим. если он не перестанет, если перестанет отваливаться экран. Рассматривать я их буду на примерах с прошедшего кубка CTEF, потому что мне не было готовить свои файлики. Вот. Начнем, например, с этого файлика. Первое. Дисплей фильтра. поддерживают логические выражения, поддерживают фильтрацию по разным полям. Например, я хочу, есть очень много трафика, который, я не могу делать контр-плюс, да? А, не, помогу. Очень много трафика протоколу QUIC, который по умолчанию шифрованный. И ничего с ним сделать я не могу. И у меня он неинтересен. Давайте я напишу NOT QUIC. Отфильтровал. Дальше видим TLS. Опять же, мне неинтересно TLS, потому что я не могу с ним ничего пока сделать. Отфильтруем TLS. Ну, я забыл, конечно, оператор E. End. Теперь я вижу только DNS, ACMP, TCP. Если еще немножко полистать. Всякие протоколы виндовые, невиндовые. А в конце можно увидеть первых HTTP. Я, во-первых, хочу ответить только HTTP. Отфильтрую. Какие-то запросы. Давайте посмотрим на первый. Справа, ну, не особо информативно что-то происходит. Вот мы видим типа HEX-Dump, видим примерный формат, но так читать не особо удобно. Особенно, если пакетов на самом деле много. И они разбросаны. Что можно сделать? Дефолтный подход это в дропдаун-менюшке follow и TCP-стрим. На что мы увидим вот буквально общение, где красным выделено запрос, а синим выделено ответом. Если, например, TCP сырое общение, а не HTTP-шное, то тут может быть запрос, ответ, запрос, ответ, запрос, ответ. Потому что в TCP может быть диалог, а не просто request-response. дальше мы понимаем, что вот в этом запросе как бы файлик передался. Если мы читаем хедера ответа, то сервак не особо умный, поэтому говорит, что это текст HTML, хотя это очевидно не текст HTML, и не дает нам длину. но это не проблема, мы из VShark можем очень легко экстрактнуть файлы, которые передавались по HTTP, нажав на File, Export Objects и выбрав HTTP. Если FTP используется, то же самое можно сделать. И вот видим, что мы можем экстрактнуть этот файлик и сохранить его. Собственно, смогли экстрактнуть OpenVPN и Хе, не буду это делать, но файлик будет тот, который передавался на диске. Полезно, если вы какую-нибудь форензику решаете, или даже если вы анализируете фитрак, который прилетает вам на сервак. Фильтрация, можно, для этого я открою другой капчик. File, Open, я хочу открыть. файлик, у меня осталась фильтрация, поэтому ничего не показывает, отвернули. Здесь мы видим очень много LDAP-запросов, LDAP-это протокол аудитикации, авторизации, я боюсь швицца, вот, в котором очень много всего происходит. Что можно, мы хотим найти, вот видим, что у нас происходит очень много res, search, entry, нам вайшарк это расшифровывает. Давайте найдем, где это происходит, и вот, открыв просто это поле, мы видим, что он нам расшифровывает поле, протокол op, res, search, res, entry. Мы хотим его отфильтровать, мы можем pkm-нуть, applies filter, not selected. И он нам говорит, что это поле называется ldav протокол op, то есть у каждого пакета в шарке есть распаршенные поля, если шарка распаршил, и вот мы отрицаем то, что он должен быть 4, и видим, что есть какие-то другие. Видим search request, applies filter, он сейчас нам не предлагает делать applies filter, просто потому что, а, потому что я не то выбрал. Если есть, выберу search request, applies filter, но selected. Он нам его заменил. Хочется сделать и то, и другое, давайте сделаем это руками, логическая операция and, и отфильтруем также четвертый. Отфильтровали, видим только modify request, modify response, как пример. Удобно? Удобно. Также удобно взять и скопировать не value, а field name, потому что вдруг мы не знаем, как оно называется. Это, например, TCP с rc-port. и по нему можем отфильтровать. 389. И видим только запросы, которые нам отсылал сервер на нас, с ldap на нас. Иногда хочется поискать по байтам, найти пакет, в байтах которого содержится что-то, что-то, что мы хотим. Для этого в шарке достаточно неинтуитивно нужно сделать edit и find packet ctrl-f. Дальше можем выбрать, где мы хотим искать. По молчанию будет packet list, но удобнее и правильнее использовать packet bytes. Не трогать разные типы строк, потому что строчки бывают широкие 16-битные, узкие, 8-битные. Пусть будет и так, и так, и так. И можно искать даже по регуляркам. Давайте поищем по стрингам. Я точно знаю, что где-то здесь должна быть давайте их поищем. Мне говорят, что вот есть thumbprint, но я хочу thumbnail, а не thumbprint. И вот мне нашли пакет, в котором есть информация о thumbnail. Если я подробнее открою информацию о протоколе, вот, у меня 32 атрибута, и вот есть thumbnail фото. Тоже полезно, тоже нужно знать. И remote capture, например, вы играете AD-шку, у вас упал снифер, вас засыпают пакетами, которые ваш снифер не умеет перемалывать, ну, что делать? У вас в Airshark есть возможность SSH remote capture с помощью SSH dump. Для этого на системе, в которой вы работаете, должен быть либо TCP dump, либо Tshark, если память не изменяет. Давайте его настроим. Нужно указать адрес, на который мы хотим ходить. Давайте я схожу тачку, на 22 порт, авторизовавшись под рутом, авторизовавшись с ключиком Если есть что-то, что я не люблю на Linux, то это файл пикер оболочки гнома, это просто отвратительно, этим невозможно пользоваться, никогда меня это дико бесит. Если я сейчас найду в поиске SSH, во-первых, мне его не найдет, нужно мне дикторию. О, нашел точку SSH, но, да, и вот этот ключик можно использовать. Можно выбрать либо dump cap обманул, либо TCP dump, у меня стоит TCP dump, юз судно на ремоут машине вообще можно отпустить, потому что я захожу под рутом, но собственно все, сохраняем, стартуем. шарку все еще для того, чтобы смотреть уже записанные файлы шарку не нужно рут права, а для того, чтобы запустить remote capture по какой-то неведомой причине ему нужны будут права, хотя неправильно почему, давайте запустим его из-под рута. А, еще нужно настроить remote interface, на котором вы хотите снифать. Если вы играете AD, то это должен быть игровой интерфейс, на который прилетает игровой трафик, на этой машине интерфейс один-единственный, он торчит в интернете, он называется net0, на него я подключаюсь, точнее с него я буду слушать трафик. Запускаю и куча всего летит, давайте я отфильтрую их от ФТП, зайду на тачку, нет, даже, ну, зайду на тачку, у меня есть Victoria Test, в которой я могу запустить хттп-сервер, после чего его курлануть, курл, опять нужно писать API-шнюх, греб минус c, у греба есть два ключика, минус а и минус b, которые означают after и before, вы можете вывести строчки, которые находятся до матча и после матча, ну и логично было сделать ключик минус c, который означает и в ту сторону, и в другую сторону, вот, собственно, вот по этому API-шнику можно курлануть на восьмитысячный порт и увидеть это в трафике, что вот прошел get слэш и мне ответили удобно. Как видите, вот здесь вот мне не показывают вообще все информации, мне показывают только последний cp-пакет, который долетел, потому что здесь вот это не все далеко, но если я сделаю follow cp-stream, то я вижу типа достаточно много текста, когда здесь его не особо много, вот, просто потому что часть летит в, часть отмечена не как ktp, а как tcp, можно сделать tcp-порт, если у нас tcp-порт, есть точка src-порт, порт, куда пакет летит, dst-порт, откуда летит, а если просто порт, то либо тот, либо другой, вот, порт, я хочу, чтобы это был порт восьмитысячный, восьмитысячный, и здесь мы, собственно, увидим большую часть, ну, все, собственно, пакетики, которые нам летят, и можно хоть как-то анализировать, вот. Remote Capture, сколько времени, отлично, tshark, не загрузил картинку, ли, tshark, tshark, это очень удобная штука, когда вы условно решаете какую-нибудь форензику, это консольные утилиты, которые позволяют вам программно экстрактить поля из пакетов, типичное мое использование, использование tshark, это, ну, вот есть пакеты, у них есть, например, лаповские пакеты, у них есть такое-то поле, я хочу все эти поля вытащить, чтобы у меня был их список, или даже, давайте, я покажу, скада, это одна из лав на четвертом курсе, где нам дали какой-то трафик, неважно, что это такое, важно то, что здесь есть source IP, destination IP, очень часто хочется увидеть картину того, что происходит в общении, типа, кто общается с кем, построить график этого всего, я делаю это почти каждый раз, давайте я прищу, как я, вот, с shark'ом это делается очень просто, мы ключиком минус r указываем, какой файлик мы хотим съесть, ключиком минус t указываем формат, чаще всего он указывается fields, еще можно там в честном вываливать, но fields проще всего, и минус e указываем поля, как они указываются в vshark'е, то есть IP с rc, если мы откроем этот файлик в vshark'е, откроем слой IP, найдем вот source address, и скопируем value, не value, а field name, то field name будет IP с rc, то есть буквально вы можете в шарке исследовать капфайл, находить, какие поля вам нужно достать, копировать field name, после чего в vshark'е, команду которого я потерял, конечно, доставать эти поля. Собственно, здесь я достал все пары взаимодействия, source IP и destination IP. Их много, поэтому я их отсортировал и unique, чтобы у нас были только уникальные пары, их стало гораздо меньше, и отправил файл, который я назвал networkdata, собственно, вот это оно. И дальше просто скриптиком отрисовал картинку того, как все это происходит, что происходит на картинке, то есть вот у нас есть IP-шник, который как-то между собой взаимодействует. И стало понятно, что вот этот адрес, он гораздо интереснее, чем вот этот адрес, просто потому что к нему все обращаются. Вот. Т-шарку можно также скормить фильтры, которые мы буквально пишем в Wireshark, вот здесь вот. Вот такие же фильтры можно скормить. Теперь вы хотите заставать информацию не из всех пакетов, а только из каких-то определенных, и вы можете эту определенность выразить в терминах фильтра Wireshark, то есть отфильтровать все эти пакеты. Ну, ключик у т-шарка минус Y большая, которая позволяет нам вставить так называемый дисплей-фильтр. Я его вставил, и сейчас не будет ничего просто потому, что ничего по этому дисплей-фильтру матчиться не будет. Ну да, я немножко еще накосячил, потому что вот так вот. Ничего не виделось, просто потому что такого трафика нет. Вот. Если я вернусь в кап, что тут есть интересного? Вот, стилер. Здесь я уже могу отфильтровать, наверное, даже по 80, порту, не помню, какой там был. Не помню, как файл назывался. Trace.kpng. Вот видим, что вот отфильтровали только по 80 порту и вывели все пары взаимодействия. Удобно, удобно. То есть мы умеем, первое, применять фильтры, чтобы выбирать трафик, а второе, выбирать определенные поля, которые мы хотим достать из каждого пакета. Вот. Если мы, например, достаем данные, которые сырые байты, а не какие-то well-known форматы типа чиселок, например, вот в мистере ldub, как файл назывался, input.kup, вот. Здесь я, например, доставал параметр, который назывался ldub attribute value и записывал его в файл dump. Ну, он записывается, он записывается как хиксы. А так же, как attribute value может принимать много значений, это массив, то он вывел нам все значения, которые есть в этом массиве для этого значения. То есть, вот эта информация из одного пакета просто в хиксах. Вот. И можно это уже как-то распарсить и работать с этим дальше. Вопросы? Можно еще раз сказать, как вайшарк сайл 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 Давай еще раз. Ну, у тебя буквально, когда запускаешь вайшарк, есть выбор, какой тип кэпчур используется, я заново открою. Первый запускаем его от рута, как мы это уже выяснили. Я не могу сделать контур плюс. Вот мне показывают, во-первых, интерфейсы, на которых я могу слушать. Какие-то настоящие, какие-то не настоящие. Типа, VLP2S0 это интерфейс, моя Wi-Fi карта. Эдни, это буквально все интерфейсы. Loopback это то, что ходит по localhost2. И что-то мне даже по блютузу ходит. Если я, наверное, подключу наушники, у меня будет там что-то более интересное. А есть какие-то кастомные штуки, которые настраиваемы в том числе. И, например, есть генератор случайных пакетов. А есть SSH Remote Capture, SSH Dump. Чтобы он работал, вот сначала нужно настроить. Если есть кнопочка на настроек, и туда буквально вписываешь те данные, которые нужны для того, чтобы можно было подключиться на машину, второе, запустить Speedamp. Speedamp это низкоуровневый туза, который пишет трафик. Мы вписываем адрес, на который мы хотим записывать трафик. Порт, если у вас он не дефолтный. Название пальзака, ключик, либо пароль, если у вас доступ к паролю. А потом параметры захвата. Указываю интерфейс, в данном случае инет 0, просто потому что если я зайду на сервак и посмотрю, какие есть интерфейсы, будет куча виртуальных интерфейсов, которые завязаны на докер. Это докеровский интерфейс, это докеровский интерфейс. Все это докеровские интерфейсы, кроме LO и инет 0. Инет 0 это интерфейс, который торчит наружу, вот это буквально публичный IP-адрес. И все взаимодействие с этим серваком происходит через этот интерфейс. И поэтому я указываю, что я хочу записывать на нем. И дамп капа у меня на тачке нет, у меня есть TCP-дамп. Поэтому я выбрал TCP-дамп. А еще можно выбрать какую-то другую команду, которую захватывать. Главное, чтобы она писала на выход в нужном формате. Вот. А потом указал, что вообще судо мне использовать не нужно, потому что я закажу под рутом, но заходить под рутом нехорошо, так не делайте и прожимаете и у судо он ремоут машин. Вот. Промиссис моут это так называемый неразборчивый режим. Например, если вы включите промиссис моут на сетевой карточке Wi-Fi, вы можете увидеть трафик людей, потому что он летает по радиоэфиру. Вот. По умолчанию есть ремоут-капчер-фильтр, я его не вводил. Это то, что нам не предлагает шарк по умолчанию. Это попытка отфильтровать всякий мусор, типа не то, что всякий мусор, а представьте, вы обращаетесь к машине по сети, просите ее снифать трафик и отправлять трафик тебе. Но при этом ты обращаешься по сети. И если она не будет, если не будет этих правил на порт 22, то есть порт по умолчанию для SSH, то он будет трафик SSH отправлять тебе же. Но в этом трафике SSH твой трафик. И типа удалять этот дисплей-фильтр не очень хорошо, потому что тебе будут лететь трафик, который ты же сам отсылаешь. Не очень умно. Так. Что-то еще? Или я ответил на вопрос? А что было непонятно? Ну просто пропустил момент. Понял. Вот. У меня какой-то очень странный график на loopback девайсе. Интересно, что это такое. Давайте посмотрим, если мне покажут. максимально неинформативно. Мне с какого-то достаточно рандомного порта на какой-то достаточно рандомный порт прилетает син, а он отвечает reset. Ну просто потому, что на нем ничего не слушает. Давайте запустим TCP live и может поймаем, какой процесс это делает. хром. Реально хром. Вот l-порт 39326 39326 отвечает, что это хром. Поймали. Почему вообще хром на самом деле работает, я не знаю. У меня его нет. нет. Нет, ну как минимум VS Code и Obsidian там все под капотом хрома. Ну, мы можем как минимум посмотреть на PIT. Давайте посмотрим на PIT. PSAUX, grep, и видим, что это электрон и скорее всего это VS Code либо Obsidian. Одно из двух. Obsidian. Расследовали инновационные. Возможно, он пытается типа как будто включиться на финальный 875. Ну, пока мы поняли, что это меня не промаловарили. Что-то, когда подвинул вперед докер. Начнем с воспоминания о прошлой лекции. Мы говорили о изоляции. Какие механизмы изоляции мы упоминали на прошлой лекции? Контрол группы для изоляции ресурсов. Неймспейсы для... Не изоляции ресурсов, не изоляции ресурсов контрол группы, а для контроля ресурсов. Кому сколько отдается неймспейс для изоляции всего, чего можно. PID-ов, юзеров, EPC и так далее. И еще две. Я даже не помню, какая четвертая, честно говоря. Упоминался инструмент SIG-комп для того, чтобы ограничивать, какие системные вызовы могут вызвать процессы, и капабилитис для ограничения того, что умеет делать ROOP. Вот. Что-то мы не заизолировали. Давайте вот отделим процесс во все namespace, засекюруем его SIG-компом, отберем все капабилитиси, чтобы он вообще ничего не умел, и SIG-комп на этом, чтобы он там больше 1 гигабайта памяти не выедал. Кажется, что мы что-то забыли. Что мы забыли? С чем процесс все еще сможет взаимодействовать, и чего бы мы не хотели? Есть такой вопрос? А как SIG-комп настройки? Правильный вопрос, Павел? И какие мы используем? У нас сеть была изобилирована? Вот вообще, ну, сеть заизолировали, да. Павел задал правильный вопрос про SIG-комп. Потому что SIG-комп, можно ограничить то, о чем я хочу сказать. Файловую систему мы никак не заизолировали. Если мы вспомним, какая у нас была проблема, когда мы отделялись в PID на M-Space, мы все еще видели файлы. Потому что, ну, отделение в PID на M-Space вообще никак не влияло на наш доступ к файловой системе. Ну, да, конечно, я вопросы позадавал. Как можно файловую систему заизолировать? И какие проблемы возникнут, когда мы ее заизолируем? Маунт на M-Space это немножко не то, потому что мы просто не будем видеть девайсы. Я сейчас не знаю, что происходит, когда мы сделаем M-Space, отделимся. Ну, ладно. Chroot, да, почти chroot. Только сначала хотел поговорить про системный вызов pivot root, а не chroot, потому что pivot root и chroot, они делают одно и то же действие. Они изменяют корневую директорию для процесса. У них есть какие-то маржинальные различия, которые я сам не особо понимаю, но просто есть рекомендация, что chroot не должен использоваться при попытках обеспечить безопасность. Вот. Pivot root, он больше, поэтому для этого предназначено, всяких докеров будет использоваться именно pivot root, а не chroot. Вот. Демка в архивчике должен быть в файле, который называется getalpine. Мы все-таки сделаем те действия, которые я пытался сделать на прошлой лекции, вот, но где мы поняли, что можно просто подмонтировать... Указать утилити onshare ключик mountprog, и он все сделает за нас. Вот. Кружок 0.4, легче. Я не подложил файлик в архивчик, как я понял. Куда я его клал? Я потерял файлик, давайте его найдем и загрузим на сервак. Или не найдем? Нужно было, но я еще не по слэшику, поэтому ошибок будет немного, если ты про это говорил. Не нашел. Ну, ладно, давайте я создам его на лету. Возможно, у меня должно быть где-то в history. Курл, history, гребкурл, греблайм. О! Па-па-па-па-па-па-па-па. В чем проблема этого архива? То, что он разархивирует на срую, то есть там будет много разных директорий. Я так себе немножко замустарил корневую, точнее, home directory, поэтому нужно сделать... Мы курлаем, записываем файлик, создаем директорию alpine, курлаем, переходим в нее, скачиваем, распаковываем созданный архивчик. И уходим на директорию... Так, удаляем. Скачено и уходим на директорию ниже. Bash get alpine. Получили директорию alpine с нужными файликами. Файлик сейчас загружу на storage. И в телегу... Тутудеск скидывать не буду. Опять же, в телегу скинул команду, чтобы это дело скачать. Мы хотим, получаем корневую файловую систему. Зачем нам вообще это нужно? Какая проблема с изоляцией файловой системы? Что мы подозреваем под изоляцией файловой системы? Мы не хотим давать процессу доступ до файлов, чтобы он вообще не видел, какая у нас файловая структура есть, какие у нас есть директории файлов. Что это ломает? Это ломает то, что многие процессы ожидают, что у них есть какая-то well-defined структура, о которой мы говорили на первой лекции, что у них там есть slash bin, slash proc. Какие-то библиотеки есть на операционной системе, которые они могут использовать. Если мы просто чертом выйдем в директорию, мы просто ничего не сможем там запустить. Потому что я создам пустую директорию, попрошу, пожалуйста, смени на нее корень, и мне скажут, что в умолчанию черт пытается запустить bin, bash, а там его нет. И говорят, что bin, bash запустить не могу, не получается. Если там будет даже bash, то не факт, что он заработает, потому что у него, возможно, не будет нужных ему библиотек. А до библиотек на хосте он достучаться не может, потому что у нас файловая система заизолирована. Поэтому давайте возьмем и скачаем так называемый root.fs для Alpine, что мы, собственно, сделали. И вот видим, что вот это вот в Alpine у нас лежит примерно логичная структура. Вот у нас есть bin, etc и так далее. И уже сюда мы можем взять и чертнуться. Сюда черт, алпайн. Мы писали slash bin, slash bash, но он с ваш файловой директор. Давайте проверим, почему. Я знаю, почему. Потому что баша там, собственно, и нет. Там есть sh, но для этого нужно явно черту указать, что именно мы хотим запустить. Flash bin, slash, sh. Мы попали в shell. Давайте посмотрим, действительно ли мы заизолировались. Я пишу ls. Я пишу, что это команда ls not found. Почему? Потому что откуда, из каких директорий shell будет искать команда? Пас. Пас, да. Я думал, Павел сказал, но я уже хотел его осудить. Если посмотрим на переменную 3d pass, то она у меня осталась такая же, как была на моей код-системе. И тут нету нигде slash bin, потому что есть slash user slash bin, потому что это convention на рче, что в slash bin не особо интересно. Просто slash bin нет. Давайте перепишем эту переменную. Export pass равно slash bin. ls заработал. pvd. Процесс считает, процесс, который мы запустили здесь, считает, что он в slash. Но при этом, если я приду в home, то моего пользователя здесь не будет. Если я прочитаю etc. pvd, то тут ничего и нет. Тут нет ни bkm, ни моего пользователя. Тут есть какие-то предефайн пользователи, которые есть в установке системы. Вот. То есть мы заизолировали файловую систему. А если я дуялась балка, то мне скажут, что такой команды нет, потому что ее нету в этой поставке. Если посмотрим на dev, то в dev нет ничего, потому что мы его нормально не подмонтировали. И он просто считается не как какая-то специальная директория, а как директория, которая просто существует. Вот. И прок то же самое. Прок нужно монтировать специально, чтобы он работал как прок. И если, например, я запущу psaux, то мне скажут, что процессов нету. Хотя это очевидно неправда, просто потому что, еще раз, psaux вычитывает slash-prog, а slash-prog пустой. Все. Почему нечем? Вот. Собственно, мы пришли к концепту докер-картинок или образов. Я буду называть их картинками, потому что это веселее. Вот. Давайте, когда мы будем изолировать процесс, упаковывать приложение полностью с root.fs, со всеми бинарниками, библиотеками и так далее, и у нас будет вот один такой артефакт с файловой системой, с приложением. И удобно? Кажется, что удобно. Какую проблему мы, кроме изоляции, здесь решаем? Когда мы упаковываем все в один артефакт, и приложение зависит только от того, что находится в этом артефакте. И ничего другого. Мы решаем dependency hell и works on my machine. То, что когда вы собрали приложение, запустили его, оно работает, вы приносите вам другую машину, а оно, а ей нужно, вы заводили это дело на арте, а деплоите это дело на Debian. Библиотеки отличаются, и ничего не работает. Dependency hell — это когда у вас куча софта, которые зависят, у вас на одной машине работают два приложения, и им нужны разные версии библиотек в качестве зависимости. И это конфликт, потому что вы не можете его разрешить, и вам нужно как-то из этого выкарабкиваться. Собственно, решили еще и такую проблему. Собственно, почему Бокер стал таким популярным, потому что он решает проблему то, что можно запускать где угодно, и единственное ограничение, которое есть, это ограничение на архитектуру. То, что если у вас картинка собрана под AMD 64, то есть x86-64, вы на ART64, то есть на ARM, ее не запустите. То есть если у вас, не знаю, ноут на ARM, а сервера на 986 или наоборот, то у вас будет коллизия. Но это уже гораздо более удобно менеджить и с этим бороться. Мы придумали концепт картинки. Мы упаковали файловую систему плюс приложение. Круто. Контейнеры. Контейнер относится к картинке как процесс к программе. То есть программа — это какой-то исполняемый файл, мы ее запустили, процесс. Картинка — это статический артефакт, мы запустили ее, поговорим про то, что значит запустили чуть позже, и у нас есть контейнер. Собственно, у нас картинка определяется не только файловой системой, но еще... Ой, контейнер определяется не только файловой системой, то есть картинкой, но еще и процессом, который будет в ней запущен. Ну, да, наверное, даже картинка. То есть мы определили файловую систему, определили процесс, сказали, что в этой картинке будет запущен такой процесс. Все. Мы получили контейнер. Понятно ли это? Кайф. Демка. Запускаем. Блин, я забыл сделать в перерыве кое-что. Ищем и скачиваем картинки, запускаем контейнеры, что-то в них делаем. Контейнеры запускаем в бэкграунде. Посмотрим, какие есть картинки и контейнеры. Останавливаем, удаляем. И то, и другое. Вот. Мы хотим найти, например, Docker картинку, чтобы у него базовая файловая система была Debian. Ну, мы пишем Debian Docker Image. И основной источник картинок — это Docker Hub. Это официальный Docker Registry для картинок. Вы можете поднимать свои локальные Docker Registry. Ну, это такое. Вот. И, собственно, нам предлагают команду для того, чтобы ее скачать. Docker Pool Debian. Давайте это сделаем. И, вероятно, это будет... Давайте я это буду делать на сервере. Просто потому, что это будет быстрее. У меня скачался какой-то артефакт. И сказали, что Debian Lake скачался. Теперь давайте посмотрим вообще список картинок, которые есть на сервере. Для этого мы можем сделать команду... Docker Images. Докер Images. Справедливо. Я почему-то думал, что нужно писать LSI. Собственно, видим, что вот есть недавно скачанный Debian, который пишется, что он создан 42 часа назад. Это не время, когда я скачал, а время, когда картинка была собрана и запушена в регистр. То есть Debian обновился всего лишь чуть меньше двух суток назад. Видим картинки, которые я собирал для того, чтобы хостить демки на первую лекцию. Видимо, что надо было собрано две недели назад. Почему-то две недели назад, неважно. Трафик, который я использую для того, чтобы пускать вас на сторож, чтобы вы скачивали файлы. Пакмейт, который я тестил на сервере. И, там, не знаю, контейнер SSH, который я использую для того, чтобы... Опять же, для тасок, которые скоро-скоро будут. Вот. Картинку можно удалить. Для этого используется команда Docker RMI, где I — это имидж, картинка. И удалять, как мы видим, здесь есть первое название, второе — Image ID. Удалять можно как поэтому, так и поэтому. При этом ID-шник, на самом деле, это не полный. У нас полный ID-шник гораздо длиннее. И... На самом деле, это SHA-256 от того, о чем поговорим чуть позже. Вот. Но Docker не заставляет вас вписывать их полностью. Вы, в принципе, можете вписывать только префикс. В данном случае, например, mp-f, он скажет мне, что, скорее всего, коллизия... Да. Нельзя, что ли, по ID-шнику? Блин. Обманул, получается. Почему-то он мне не сказал, что... Ну, возможно, нужно чуть подробнее. Неважно. Здесь я удалил картинку по имени. Собственно, вот он написал, что удалил. И вот SHA-256-хэш с полным ID-шником. И вот, собственно, вот начало этого хэша. Давайте я снова спулю и попробую удалить с префиксом SHA-256. Возможно, так сработает. Да, можно сказать в префикс SHA-256 и указать ID-шник. Удалили. Опять с пулем обратно. Мы нашли, запустили картинку... Ой, еще не запустили. Давайте запустим. Docker run Debian. Все так просто. Но что-то ничего не происходит. Я не могу вводить команду. И он взял и вышел. Что-то не то. Чтобы прям повзаимодействовать с картинкой, нам нужно указать два ключика. Минус I и минус T. Где I означает interactive, а T означает allocate TTI. Давайте сначала запустим. Мы видели, что будет, если запустить без обоих ключиков. Давайте запустим только с interactive. ls, он мне выбивает ls, но как-то это неудобно. И я не могу даже ничего заклирить. То есть у меня не полностью рабочий терминал. Давайте exit. Выпустите меня. Давайте запустим только с минус T. Мне показали приветственной... Приветствия мне показали, что могу вводить команды, но чего-то ничего не происходит. Я пишу ls. И ничего. Неудобно, неприятно. Я, по-моему, даже выйти не могу. Я с вами придется с Сашей. Я закрою с Сашей соединение. Спасибо. Видите, много контейнеров. Я тебя этому научил, Пашин. Вот. Что? Docker минус IT. Видим оба ключика. Получили приветствие, и можем вводить команду. Они даже нам что-то выводят. Удобно? Удобно. Давайте проверим, что мы заизолированы. Сейчас я очищу экран. PS AUX. Комнатный фаунд. Грустно. ls. Ну, мы люди уже умные. Мы знаем, что PS все берет из прок. Давайте посмотрим просто на прок. Slash прок. Видим, что здесь есть два процесса. Первый и десятый. Десятый процесс – это будет ls, а первый процесс – это будет bash. Если я зайду на хост машину и сделаю ls slash прок, тут будет гораздо больше всего. Pit мы заизолировали. Файловую систему мы заизолировали. В хоуме нет ничего. И, в принципе, вот мы находимся в контейнере. Вопрос – зачем нам это нужно? Потому что мы находимся внутри изолированной штуки, из которой мы не можем… Мы можем общаться посетить наружу. Например, я могу курлануть единички. А курла у меня нет. Апт-авдейт. И, наверное, забываю, какой медленный апт. Но говорю про то, что мы можем обратиться наружу, но к нам не могут обращаться. Мы не можем никак на файловую систему выложить файлы просто потому, что мы от нее заизолированы, у нас нет никаких пробивов наружу. Вот. То есть мы, в принципе, можем там считать все и получать вывод на стедаут, как я сейчас делаю. Ну, не особо функционально. Но про это чуть позже поговорим. Иногда хочется запустить контейнер в бэкграунде. Давайте сделаем то же самое, докеран, и в конце укажем еще ключ к минус D, что означает detouch. Нам выписали ID-шник контейнера. Чтобы смотреть контейнер, можно написать докер.ps. Ну, по аналогии с ps, который у нас есть. И вот видим, что у нас вот контейнер 0.8.2.2, и вот он работает. Теперь у нас есть контейнер в бэкграунде, мы хотим в него попасть. Например, у нас там работает сервер, мы хотим его смотреть, что с ним происходит. Что можно сделать? Если докерран — это команда для запуска контейнеров, то докер-экзек — это команда для выполнения процесса внутри контейнера. Опять же, мы указываем минус IT, потому что работа аналогичная. Указываем ID-шник контейнера, в данном случае 0.8.2.2, и процесс, который хотим запустить — bin bash. И я вот снова оказался в этом контейнере. Я могу посмотреть на слэш-прок, увидеть, что работает два инстанса баша. Первый и, вероятно, седьмой, а тринадцатый — это то, что я запустил ls. И если мы отсюда детачимся, контейнер у нас не умрет, потому что контейнер умирает тогда, когда умирает его первый процесс. Первый процесс его все еще живет, потому что это просто bash, который открыт и ждет, пока у него все заработает. А контейнер все-все живой. Давайте его убьем. Docker.stop.0.8.0.2. Ждем. Остановился. Посмотрим Docker.ps. Контейнера здесь нету. То есть если мы грепнем Debian, что-то может быть как артефакт, но даже таких артефактов нету. А теперь мы контейнер удалили и хотим еще удалить картинку, потому что она место занимает на диске. Docker.images. Docker.rmi.debian. Нам говорят. Error.Response.from.demon.conflict. Unable.to.remove.repository.reference.debian. Must.force. Container.6f.3a. Is.using.it.reference.image. Но мы же контейнер остановили. И в Docker.ps в списке его нет. Почему он все еще используется? Ну, в Docker.ps можно передать ключик минус а от сокращения all. Все. И мы видим все контейнеры, которые были запущены и не были удалены. И видим, что вот есть контейнер 0.8.2. Который, а еще вот не один, а их много на самом деле, которые используют картинку Debian. Вот. Мы можем удалять их по одиночке. Docker.rm. Название ID-шника контейнера. Если я сейчас снова посмотрю Docker.ps, то этого контейнера здесь уже не будет. Он начинался на 6. Сейчас на 6 ничего не начинается. Вот. Можно так по очереди удалить все. Можно, если вам, если вы чувствуете себя революционно, можно ввести команду Docker System.pune, которая почистит, ну, она сама напишет, что она сделает. Она удалит все установленные контейнеры, все сети. Docker в том числе умеет создавать сети, чтобы контейнеры между собой взаимодействовали. Чуть позже к этому поговорим. Если есть сети, которые не используются ни одним контейнером, они тоже будут удалены. Dangling images — это картинки, которые, предположим, вы собирали для картинки. Ладно, потом это объясню, когда объясню, как собираются картинки. И про это тоже. Сейчас нам интересно на самом деле только all stopped containers. Если я это сделаю, то, во-первых, он пишет, что вот контейнер поудалял, что удалил сети. Это, конечно, на самом деле плохо. Но ничего страшного нет. Надеюсь. Да, все работает. Вот. И вот полтора гигага у меня очистилось. И теперь, если я сделаю Docker PS-а, у меня не будет этих Debian-контейнеров, потому что они остановлены. А если я сделаю Docker RMI Debian, то он удалится. Теперь я хочу снова его пульнуть обратно. В пятый раз на сегодня. Удалили картинки, удалили постановые контейнеры, посмотрели на список контейнеров и картинок, запустили контейнер в бэкграунде, что-то с ними поделали. Вопросы по тому, что произошло. И текущий момент. Ну, то есть, что делает Docker под капотом? Типа, в принципе, то, что делает Docker под капотом, можно написать в строк 50 баша. И что на самом деле было сделано? Есть штука, которая называется бокер. От сокращенного Docker в баше. Бокер. Вот. Придумайте, как будет Docker на C. Вот. И вот здесь буквально есть файл, который называется бокер, которым на баше показываются буквально те команды, которые мы смотрели. Он использует btrfs вместо оверлея, который использует Docker для файловых систем. Но буквально где-то здесь должно быть run. И в run мы должны увидеть, да. В run мы увидим, что вот настраивается сетка через утилиту IP. Создается что-то с console-группами. Вызывается unshare, который мы тоже пользовались. Вызывается chroot. Перемонтируется прок. Вот буквально вот это же происходит под капотом у Docker. Он буквально делает те же самые действия. Но чуть более очевидно, что эта штука ей полностью Docker изменить нельзя. Она была совместима с Docker тогда, когда она была выпущена. Она выпущена была 8 лет назад. Сейчас все чуть более сложно. Но концептуально то же самое. я уже справедлив проблему, про которую я хочу сейчас поговорить. У нас есть приложение, запущенное в контейнере. Оно не имеет доступа ни к файловой системе, ни к сети, ни к межпроцессному взаимодействию. В чем проблема? А зачем мне оно нужно такое, если оно ничего не умеет? Оно отработало, оно мне ни в файл ничего не запишет. Потому что когда контейнер удалится, он удалится и все его содержимое. Контейнер вообще по своей природе он стейтл, у него нет состояния. В отличие от того, что происходит на диске. Я не могу с ним взаимодействовать по сети. А я хочу. И вот такое. Нам хочется, чтобы процесс был заизолированный, но при этом чтобы мы могли ладно, я там это, кажется, написал. Нужно уметь целенаправленно и точечно эту изоляцию нарушать. Что мы хотим научиться делать? Мы хотим научиться маппить порт с контейнера на хвост машину. Мы хотим, чтобы у нас внутри на нашей машине работал контейнер, в котором работает какой-то HTTP сервис, слушает на порту 80, и мы можем к нему обратиться по IP-шнику машины, и чтобы трафик дошел до этого контейнера. Он его обработал и нам вернул ответ. Пока мы это делать не умеем. Предположим, у нас есть база данных, и база данных пишет что-то файла, очевидно, она замодействует с файловой системой, просто потому, что ей нужно свое состояние как-то сохранять между перезапусками. Если мы просто запустили базу данных в контейнере, то после перезапуска контейнера, его пересоздания, мы состояние потеряем. Поэтому нам хочется, чтобы куда-то на диск настоящий сервисы в контейнере все еще могли писать. Иногда мы хотим нарушить полностью сетевую изоляцию. Например, у нас есть какой-нибудь реверс-прокси, который слушает на десятки тысяч портов. Это, конечно, преувеличил, но там сотни портов. И нам нужно, получается, если мы умеем нарушать изоляцию только по одному порту, нам нужно все эти порты прописать в команде запуска контейнера. Этого не хочется. И нам хочется нарушать изоляцию пидов. Например, на следующей лекции мы будем разбирать кейс с запуском штуку, которая мониторит систему, запускать в контейнере. Но при этом ей нужно понимать, что с системой происходит. Как мы видели, когда мы стрейсили топ, топ ходит в слэш-прок. И очень много информации достают из слэш-прок. Вот. А если мы изолируем пиды, то слэш-прок нам недоступен, как мы до этого дошли. Поэтому нам хочется нарушить изоляцию пидов. Ну и такой легенький, это то, что хочется подсунуть в процесс переменную среды, что он динамически сконфигурировал сервис. Вот. Этим сейчас будем заниматься, учиться это делать. Придумывать что-то. Вот. Нам хочется запустить сервис, который будет слушать что-то на порту. Христоматийный пример — это Jinx, веб-сервис. давайте запустим его. Docker run минус IT Jinx. Можно без минус IT, потому что нам не нужно с ним интерактивничать с этим сервисом. В умолчании там запускается не bash. Как мы вспоминаем, у нас контейнер — это файловая система плюс процесс. В Jinx у нас изначальный процесс — это не bash, а Jinx, поэтому нам не нужно интерактивничать. поэтому можно было запустить и без минус IT. Это можно было не указывать. И вот он написал, что он запустился и слушает на... Он не написал, где он слушает, но мы знаем, что это порт 80. просит. Но если я схожу на тот же localhost 80, там ничего не будет. Никто ничего не отвечает. Есть команда Docker Inspect, которая принимает в себя название контейнера. Точнее, Edition контейнера. Мы скопируем Edition контейнера, Docker Inspect, и он сейчас нам вывалит очень много JSON. нас интересует строчка IP адрес, которая буквально показывает IP с которым можно взаимодействовать. Мы, по-моему, это обсуждали на лекциях сетях. И если я отсюда сделаю к URL этот адрес, то мне ответят, что wow nginx. И что можно было сделать? Можно было бы поставить на саму хост машину еще один прокси, который будет ходить по этим IP и так работать. На самом деле так немножко и работает. Так работает штука, которая стоит на моем сервере, называется traffic, которая работает как reverse прокси внутри докерской сети. Но он тоже запущен в докере. Это просто докер compose, это файл, в котором можем описать сразу несколько контейнеров, которые мы запустим. Мы будем разбирать на следующей лекции, не на этом. Просто что здесь происходит? Здесь еще раз запускается контейнер, который служит как reverse прокси, и он умеет общаться с контейнерами в докеровской сетке, но при этом ему самому нужно как-то порты пропустить снаружи. Вот. Прибил jinx. У докер run есть ключик, который называется минус p, в который мы передаем пару, разделенную двоеточие, порт, который мы хотим на хост-машине и порт, который в контейнере, если память не изменяет. Например, я хочу на порт 8000 замапить порт 80 в контейнере. Enter. Мне ответили, что 8000 порт уже используется, потому что я на него повесил Python вот этот. Давайте его убьем и запустим на новом. Я хочу узнать IP-шник, потому что я... И если я сейчас перейду по этому IP-шнику на диспетичный порт, я увижу приветствие Nginx. Это мой запрос долетел до хоста, там он встретился с процессом, который называется Docker Proxy. Если я сделаю, воспользуюсь командой ss-tunnelp и посмотрю, какие процессы слушают, какие порты, я увижу, что у меня есть процесс Docker Proxy, который слушает на порту 8000. Docker Proxy работает на моей хост-машине, не в контейнере, слушает на нужных портах и этот трафик перенаправляет нужным контейнером. Смечения в ваших глазах. Docker Proxy это монетизированный механизм, обычно правила IPTables. Да, да, это тоже. Если посмотреть на IPTables дефолтные, ну, в табличке фильтр, то увидим, что у нас есть правила IPTables и где правила на 8000 порт. Честно говоря, в них не разбирался и, собственно, я их не вижу. Как видим, можем видеть правила на порт 4.3, на котором слушает моя основная проксия. Вот. И если мы посмотрим, если мы сделаем Docker PS grab traffic, на который мапливается этот порт, посмотрим на его ID-шник, сделаем inspect, узнаем его IP-шник, то здесь посмотрим на правила IPTables, не 8000, а 433, то увидим, что в правиле так, я не помню синтекси, честно говоря. Нет, я хочу просто посмотреть, что это если короче IP-шник трафика упоминается в маппинге порт 4.3, но это на самом деле просто акцепт, а какой у него таргет? Ну, натисы, наверное, должны. еще нету, еще нету, еще нету, натисы, а, ну, собственно, вот оно, только 8000, все равно нету, какой я замапил? А, да, 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 вот, мы видим the NAT, destination NAT, который нам мапит восьмитричный и восьмитричный. Тоже так, да. Значит, я не знаю, какой из них основной, но верю, что IP-table основной, потому что у IP-table очевидно меньше оверхеда в плане проксирования и перенаправления трафика, чем у юзер-спейсной прокси. Вот. Так. Окей. Давайте нарушим изоляцию сети. Для этого посмотрим на storage. Я его опущу композом и подниму руками. Storage это, опять же, джинкс, к которому я просто пробрасываю внутрь директорию .mnt, в которую я складываю файлы, которые я хочу, чтобы вы умели скачивать. Вот. И чтобы пробросить директорию, в докере это называется volume, можно запустить сервис с... Первый. Сначала хочу пробросить порт. Давайте опять же проброшу его на восьмитысячный, потому что без этого не получится. И в volume пробрасывается ключ к минус v, и мы указываем первое. Скорее всего, можно указать путь относительный, и я всегда указываю через pvd, и через slash mnt, и через двоеточие указываем, куда мы хотим его смонтировать. Jinx по умолчанию подсасывает файлики из этой директории. User share Jinx.html. Запускаем. Jinx очнулся. Открываем же этот порт, и у меня отвечает forbidden, просто потому что я не могу листить директорию. Но файлы скачивать я могу. Давайте я скачаю файл 04 lecture .zip Скачался. Видно, что этот запрос прилетел. Что происходит? Что этот запрос прилетел сначала на слэшик, на что он ответил 403, а после чего прилетел на 4-й лекции, на тетил 200, и мне этот файлик отдал. Еще раз, что произошло? Этих файлов, которые я даю, в контейнере нет. Мы используя ключик минус в, пробросили директорию на хост машине в директорию на контейнере. Какие здесь могут быть проблемы? Пробрасывать файлы можно, но можно немножко накосячить. В каком плане? Например, вы хотите пробросить в сервис logfile, и logfile будет создан в контейнере. Изначально его нету. И вы пишете, пытаетесь сделать проброс, что-то типа pvd logfile.txt, а пробрасываете его в блин, пробрасываете вы его в var log my app .logfile.txt, а хотите, чтобы подписался на хост систему в log.txt. что здесь произойдет? Докер посмотрит, что такого не существует файла, и вы ему не сообщили о том, что вы хотите, чтобы это было файлом. Поэтому он создаст директорию, и эта штука будет так же в контейнере, как в директории. И велик шанс, что приложение, когда попытается записать туда logfile, сломается. Нарушаем изоляцию pd. Искренне не помню, как это делается. Делаю это не так уж часто, и каждый раз гуглю. Docker host pit. Docker run reference. Читаем. Host pit. Pit. О. У рана есть ключ, который называется минус-минус pit, куда можно передать, можно, во-первых, соединиться с pitным спейсом другого контейнера, чего я не знал и узнал только сейчас, но наиболее часто use case это pit host. Давайте сделаем docker run минус it минус pit равно host debian. На нем не будет ps-aux, мы опять же, как умные люди, сделаем слэш-прок вместо того, чтобы устанавливать, и увидим, что слэш-прок у нас остался тот же самый. Давайте я на этой же тачке запущу slip1000 и еще раз на нее сс-ащность и узнаю, какой у slip1000 pit вот такой. Вот она, вот он работает вот здесь вот и я отсылаю ему kill. permission denied. Почему? Who am I root? Здесь процесс запущен от root. Здесь я работаю от root. Я root. Мне говорят, что я root. А slip1000 убить не могу. Почему? Это неважно. Я выгрепил его pit, он там один-единственный. То, что я сделал греб 1000, просто было лень еще один нолик писать, все равно нашел его. Смотри, я вот root. Я нахожусь в namespace пидолом хоста. Но я не могу убить другой процесс root. Почему? боюсь, у меня такого нет, но нет. Типа, если я зайду вот отсюда, ну, типа, с хост-машины снова, то я вполне его убью. Он умер. чем отличается root в контейнере от root в контейнере ну вообще да, у нас как бы есть user namespace, к тому же давайте я в контейнере запущу sleep1337 и сделаю psaux grab sleep1337 ну и как-то странно но он запущен тоже из-под root вопрос, это изоляция ipc, то что меня не пускает или то, что это rooty разные давайте еще ipc сделаем кастовым сам не знаю у нас есть два варианта либо мы отделены в unit namespace и у нас root ненастоящий поддельный либо ipc нам не разрешает отправить сигнал сейчас мы еще проверим настоящий root на самом деле вот я запустил в ipc хост на хосте я делаю sleep10 тысяч отправляю его в бэкграунд мне даже спасибо большое написали pit и отсылаю хил permission to night хотя и pc настоящий хостовый должен быть должен уметь занимодействовать в смысле что пробросить так у меня прок тот же самый буквально тот же самый мне не нужно пробросить что значит ненастоящий труд давайте почитаем monounshare на uid так же называется или user user create user in space и к сожалению ничего не нам не сказали давайте погуглим про user in space ну linux feature that allows to map users in container to different users in hosts это на самом деле правда мы должны быть видеть другой вид я ожидал что мы увидим другой вид но мы почему-то его не увидели sleep 1337 psaux grep sleep 1337 давайте перейдем в дикторе процесса там пошаримся например 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 через прок мы попали в файловую систему контейнера перейдя в дикторию slash proc slash pit slash root я сейчас нахожусь в дикторию контейнера я могу здесь сделать .a в home и в slash home я должен ее увидеть да круто не знал вот но нам хочется узнать не домашнюю дикторию конечно а под каким процессом оно запущено все еще ниже Павел помните как это сделать какие пользователи запущены а если slash proc slash минус лад где было такого нет лад вопросов нет хм ну вот так вот короче задачка домашняя узнать почему мы не можем убить процесс хотя мы являемся рутом и у нас EPC в контейнере тут сто пудов скажет нули это было очевидно не очевидно как то как мы видим это снаружи вот хочется конечно посмотреть на а давайте сделаем touchb cd root home ls минус slag b создан рутовым пользователем ну очень популярный вопрос на собеседованиях отличается ли рут в контейнере от рута на хостмашине ну вот я дал вам пищу для размышления вот надеюсь меня никогда спрашивать не буду вот пробросили порты пробросили волюмы нарушили изоляцию пит ну не до конца замодеться мы все еще не можем можно только смотреть но для тех целей для которых нам это потребуется на следующей лекции нам этого будет достаточно потому что мы сможем все-таки статистику высчитывать вычитывать из системы и понимать какая у нас нагрузка мы нарушили IPC нарушили сетевую изоляцию давайте дальше все ломать нарушим сетевую изоляцию где у меня там была команда команда не синканулась что в этом терминале вот уберем вот это все и сделаем net равно хост по аналогии с тем с чем было что мы можем сделать здесь чтобы проверить что сетка реально та же самая что на хосте давайте давайте я запущу просто нет все-таки Debian и поставлю давайте посмотрим просто на другую картинку с Python Python 3 мы просто говорим пожалуйста запусти мне Python 3 и после названия картинки мы указываем опционально что мы хотим запустить какую программу мы хотим запустить в контейнере я если просто запустить вот так вот то во-первых Docker поймёт что такой картинки нету и сам её скачает нам не нужно делать Docker Pool каждый раз и он не хочет потому что скорее всего без троечка просто вот так вот да ждём пока скачается и если не указывать какую команду я хочу запустить в контейнере то запустится просто Python и у меня будет Python Shell который ну не самое не то что мне нужно Python Shell я могу здесь делать типа 1 плюс 2 круто но можно зауверайзить команду которую хотим запустить binbash получили Shell зачем мне нужен был Python для того чтобы запустить HTTP server и сказать что слушай на порту 9000 давайте перейдём туда же куда мы ходили и сходим на порт 9000 Python HTTP server видим вот директор листинг for slash при этом мы никакие порты не пробрасывали просто те просто когда мы указываем net or no host никакой сетевой изоляции не происходит мы не отделяемся сетевой namespace мы не отгораживаемся правилами IP tables мы просто вот работаем при этом мы можем слушать даже на не на привилегированных привилегии если вы смотрели мою лекцию по сетям на моем первом курсе там я тоже не мог выговорить слово привилегированное искал слово привилегировать потому что это проще сказать вот и вот я могу сказать сходить по 80-му порту и увидеть буквально то же самое сетевой изоляции нет иногда это может быть удобно но это не очень хорошо в плане безопасности чем больше сетевой изоляции у вас есть в принципе изоляция тем лучше очевидно но в некоторых случаях это необходимо под словом переменное окружение но это на самом деле совсем просто давайте и это делается с указываемым ключиком минусе environment с парой ключ равно значение то есть там не знаю my env var равно 1.3.7 запустил bash и на эту переменную я могу my env var да 1.3.7 ну максимально просто после того что было если вы хотите сделать процесс от no body то есть контейнер митинг который типа почему причем я не могу в no body переецать потому что у него нет логин шелла ну нужно понимать что no body от обычных пользователей ничем не отличается по сути поэтому давайте просто создадим user ad возможно он даже есть просто я им не пользуюсь нет нету я забил на то чтобы создать пыльзака кажется что самое время давайте создадим пыльзака да бездомный user ad по умолчанию не создает home и это проблема ключик минус m который маленький ад юзер первое я их всегда путаю второе ад юзер она как я понимаю интерактивная юзер ад не интерактивная и ад юзер меня постоянно спрашивают в какой комнате я живу в каком городе я живу я не хочу там рассказывать вот извините поэтому минус m create home минус m большая no create home но это по умолчанию же ну так как я дом не создал давайте я сделаю руками вот я просто мкодирование не пока нахватит или нет скажите пожалуйста я вот создал директорию в слэш хоум для своего пользователя этого хватает или нет я смогу попасть на этого пользователя да если я сделал сумму не bknm мне скажут permission denied нет не сказали но да я смог сдать директорию но типа по хорошему я тут ничего не должен уметь делать вот у меня по работе очень частый кейс когда случается некая коллизия и у хоума юзер ад друг отличный от юзер ад пользователя и люди не могут получить доступ на тачку да но мне нужно сменить права чмот какой какой чмот выставим на домашнюю директорию ну да ну да сменили суда суда не bknn слип 1,2,3,4 саш хайзенберг так я я я ставлю на то чтобы permission denied а почему конечно не осталось в истории этой штуки давайте ты буквально не отделяешься мы можем сейчас это проверить кстати если я вспомню как это делается это было на прошлой лекции вводим в background kill мне не написали потому что это ненормальный shell мне не написали какой-то процесс psox grab sleep sleep 1,3,4 вот пит permission denied давайте проверим что напомню как внеслать user 1 так вот просто да скорее всего минус permission denied давайте проверим что мы находимся в правильных namespace кто помнит как это делать да ls ls минус lag и то же самое делаем на хост машине ls минус lag proc доллар доллар нс это дело вообще нужно диффнуть мы будем это делать глазами как видим ipc одинаковый mnt не одинаковый cgroup не одинаковый net не одинаковый pit одинаковый pit for children одинаковый time мы не отделяемся в namespace времени по умолчанию time for children тоже user 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 одинаковый видимо потому что ну видимо потому что мы отделились в feed namespace давайте не отделяться ни в какой namespace точнее отделимся во все namespace и посмотрим то же самое я ставлю на то что юзер будет отличный одинаковый ставка не сыграла а винду использовать а ну видимо да на прошлой презентации прошлой лекции есть рекомендации прекрасных книжек которая называется container security вот и там все это подобно разбирается я ее читал не очень внимательно поэтому сейчас плаваю в конце времени еще осталось успеем чуть-чуть поговорить про картинки к чему мы пришли у нас на выходе точнее докер у нас работает с артефактами которые выглядят как файловая система плюс какой-то процесс файловая система базовая теперь базовая файловая система Ubuntu или Debian или Alpine или Arch Linux и сверху на нее мы каким-то образом пока мы не говорили каким загружаем нашу программу мы знаем что она там работает ну и все вот у нас есть вот такой артефакт это файловая система плюс наша программа какие возникают проблемы если к этому подходу подходить наивно вот у нас для каждого положения своя картинка какие проблемы могут возникнуть да 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 литерально у нас диск пространства оно не бесплатное если мы подходим к этому наивно и у нас вот буквально на каждое приложение свой артефакт со своей файловой системой то у нас у нас предположим у нас 10 программ каждая контейнеризирована у каждой своя файловая система у каждой своя копия липсы у каждой своя копия лд у каждой своя копия bin utils лежит в слож bin кажется что это не разумно потому что у нас 10 приложений все они работают на базе образа Debian картинки Debian и отличаются только тем что лежит на них сверху то что мы запустили там свое приложение как решать как нам сохранить гидийское пространство да 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 давайте концепт к тому что мы картинки собираем слоями у нас первое есть формат описания того как мы должны картинку собрать он по аналогии с make файлами называется докер файл у него есть свой синтексис и суть в том что каждая строчка в докер файле это слой который в том что что-то делается это может быть мы можем наследоваться от другой картинки еще раз картинка это набор слоев и вот пример докер файла тут первая строчка это from ubuntu latest это означает что мы взяли и в начало нашей картинки которую мы собираем вставили кучу слоев которыми собиралась картинка ubuntu можем сменить корневую директорию с помощью команды workdir можем скопировать файлы с хост машины в собираемую нами картинку можем запустить команду какую-либо внутри картинки чтобы она исполнилась и это вот после того как она исполнится то что на диске изменилось тоже станет слоем 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 неважно и в кричном счете cmd это мы указываем какой процесс по умолчанию будет запущен внутри картинки внутри контейнера когда мы запускаем картинку как мы упоминали как я упоминал картинка это файловая система плюс процесс который будет запущен отдельный слой слои характеризуются своими хэшами по большей части в случае например запуска команды это хэш самой команды то есть если мы команду изменили то докер заново этот слой пересоберет в случае копирования это хэшик файликов которые мы копируем и две картинки могут иметь общий слой удобно это такой подход слоистый он во-первых ускоряет сборку во-вторых уменьшает уменьшает дисково пространство которое мы тратим давайте посмотрим на процесс сборки делать это я уже буду на хост машине здесь есть сэмпл докер файл в котором я унаследуюсь от Ubuntu от Ubuntu перехожу в директорию слэш ап если ее нету и нету вложенности она будет создана копирую все файлы из текущей директории из директории на хост машине первый аргумент в текущую директорию в контейнере в собираемой картинке второй аргумент запускаю команды update и install python3 и запускаю программу на третьем питоне файлик up.3 будет скопирован вот в этой инструкции давайте соберем собирается команды докер build мы можем дать название собираемому артефакту с ключиком минус т тег там не знаю sample image и указываем контекст того что мы собираем точка в чем проблема на текущий момент внутрь так называемого контекста докера будут скопированы все эти файлы для сборки если у вас лежит какой-нибудь очень большой файл например там не знаю jav-овский собранный jav-овское собранное приложение то оно тоже будет копироваться внутрь докер-контекста это займет время для этого он сначала он смотрит на файле докер-гнор по аналогии с git-гнор это те файлы которые не будут загружены в контекст докера если вы не хотите их туда загружать все просто вот что произошло первое скачалась базовая картинка Ubuntu она состоит из четырех слоев первый слой второй слой третий слой четвертый слой вот по хэшам мы не можем узнать что было сделано мы можем открыть докер-хаб докер-хаб Ubuntu открыть и тут скорее всего будет где-то описан докер-файл который используется для сборки текст лейтест имиджес а ну вот собственно что-то здесь происходит какие-то слои вот их тут шесть но это даже не настоящий просто здесь аргументы какие-то очень неправильные я им не верю здесь четыре команды из двух не делают ничего и только одна копирует файлы вот очень редко когда вам потребуется залезать в то как докер-файл создан той картинкой которую вы скачиваете вот это был первый шаг нам зарезовывали from from лейтест дальше следующий слой это workdir следующий слой это копия и следующий слой это run apt-update install python и apt-clean давайте посмотрим как происходит инвалидация слоев давайте сделаем самое жесткое изменение и сменим базовую картинку на Debian например что произойдет очевидно что вот эти слои они с картинкой Debian которые были созданы при создании картинки где базовым образом была Ubuntu они несовместимы с Debian и по хешеку этой команды ничего не совпадает слой инвалидирован и нам нужно все следующие слой собирать заново то есть если я сейчас сделаю опять же locker build то сборка начнется с самого начала и это на самом деле проблема то что которую мы сейчас попытаемся решить то что первое вот apt-update apt-install python 3 оно занимает много времени а мы не хотим чтобы оно занимало много времени чтобы оно каждый раз делалось заново мы хотим чтобы оно сохранилось и закешировалось но например мы захотели изменить приложение app.py оно у меня делает hello docker давайте хотя бы запустим запустим hello docker run минус it sample image все hello docker то что мы попросили то оно и запустило давайте изменим приложение мы какое-то приложение разрабатываем оно постоянно меняется очень часто теперь мы захотели писать hello docker три знака восклицательных и теперь мы снова хотим собрать ее и что произойдет первые три первые два продут по кэшу нам даже про это напишут то что ну короче это прошло по кэшу и workdir slash app тоже прошло по кэшу нам писали кэшит но когда мы сделали копия у нас вот этот слой он изменился у него кэшик изменился и вот этот слой с ним не совместим значит ему нужно сделать это действие заново и он заново будет делать apt update apt install python 3 и apt clean если вы ставите много зависимости и там используете для питона poetry который работает очень медленно это будет занимать очень много времени какой фикс можно сделать к этому какой можно применить фикс к этому докер файлу чтобы сборка после изменения работала быстрее да буквально порядок строчек в докер файле это вещь важная и мы хотим их сортировать от ну во первых по логике а во вторых от чем выше находятся строчки тем реже они должны меняться например и чем дольше времени они занимают на самом деле например устанавливать пакеты оптом вам скорее всего придется не очень часто вам нужно будет поставить если вы разматриваете приложение на питоне вам нужно будет поставить python 3 буквально ну скорее всего все возможно pointer если он в репетиториях лежит я не знаю вот зависимости самого питона меняться будет скорее всего чуть-чуть чаще и вы можете их сделать чуть позже то есть run pip3 install минус r requirements их нету здесь но предположим они здесь есть вот а уже после этого копировать файл в чем проблема можете сказать что да Павел он по умолчанию не отделяет юзер нас или что потом проверим дайте если у нас время останется потому что у нас слова очень мало мы напишем резолюшн по убийству процессов на хостмашине из контейнера наверное в чат или в канал если кому будет интересно вот еще раз у нас есть приложение на питоне нам чтобы оно завелось нужно во-первых в контейнере иметь интерпретатор питона а во-вторых поставить зависимости и само приложение вот мы хотим сначала поставить зависимости а потом скопировать код приложения просто потому что код меняется чаще чем зависимости но тут возникает проблема что файл requirements.ht он как бы лежит в коде ну решение на самом деле простое давайте сначала скопируем отдельно requirements.ht установим зависимости а потом скопируем все остальные файлы что это означает это означает что если у нас зависимости меняются то ну к сожалению нам придется это пересобрать вот эти два слоя а если не меняются а у меняется только код то вот это все проходит по кэшу у нас буквально отрабатывает только копия которая отрабатывает наносекунду и у нас процесс итерации разработки гораздо более скорость итерации разработки гораздо более выше это занимает меньше процессорного времени меньше диска потому что вот когда мы делали докер систем нам говорили про то что удалит all dangling images и all dangling build cache что это означает означает что у вас вы собрали картинку sample image потом взяли ее изменили и у вас остались какие-то слои которые к этой картинке не привязаны если я сделаю докер images докер images то вот у меня есть вот вот 4 минуты назад я собрал контейнер который вот sample image с Debian и у меня пишет что репетитория none и tag none и имидж остался только image id ну просто потому что вот кэш этих слов он остался в памяти докера на диске докера в файлах докера вот но теперь вот название sample image на него не указывает поэтому мы вот мы можем его почистить с помощью докер system trun 352 мегабайта я отобрал докера собственно вот стоит разобраться с разницей между cmd и entry point в докере это две вещи которые задают тот самый процесс который я говорил который нужно описывать при создании картинки но я этого делать не буду вам нужно будет про это почитать что-нибудь поговорим про best practices в докере одну я уже упомянул то что по возможности нужно сладить располагать так чтобы в порядке от реже всего изменяющихся до чаще всего изменяющихся чистим кэш пакетных менеджеров здесь например делается apt get clean если вы просто запустите докер run минус айти дебен конечно же у меня его нету и попытаюсь что-нибудь установить apt install python 3 вам скажут что unable to locate package python 3 просто потому что картинки поставляются без кэша апта кэша апта это то что вы получаете когда делаете апт апдейт вам представляют вообще какая информация есть в репозиториях и ну просто потому что эти файлы они занимают место место которое можно не занимать в принципе они особо не нужны если вам нужно поставить пакет то вы делаете apt update делаете apt get install и делаете apt get clean почему мы это делаем в одном в одной директиве run да потому что каждая директива это один слой ну кроме директива from которые на самом деле много слоев вот и если сделать это в трех разных слоях то у нас будет слой в котором произошел apt update слой в котором произошел apt install минус и 3 python и слой в котором сделали update clean смысла от этого нету вот никакое место от этого не уменьшится вот поэтому такие операции нужно делать в одну команду и в одну директиву и чистить все на месте то же самое нужно делать для pipa и так далее очень часто использую дистрибутив alpine для потому что типа он легковесный там оптимизирован для контейнера все дела в чем проблема alpine если вы хотите гонять на нем свой собственный код alpine не используют дефолтную ellipse он использует типа оптимизированный мусол который может быть крутой но у него есть проблема под него не собраны сишные пакеты на питоне вообще если вы будете ставить гонять свой питоновский код на python alpine docker pull python alpine это картинка которая собрана на базе alpine с питоном то вы будете все зависимости компилировать сами что означает что вместо того чтобы поставить их за пару минут вы будете ставить их несколько десятков минут вот это проблема на самом деле и это проблема не только с питоном alpine хорош когда вы ставите какой-то софт который вам в контейнере который для вас уже готов например вы поставили redis alpine и redis alpine у него footprint его размер на диск будет гораздо меньше то есть если я сделаю docker hub redis и посмотрю на разные теги которые мне предлагают то я увижу что вот bookworm это debian он весит 49 мегабайт а alpine если здесь есть 14 мегабайт ну типа разница существенная но время сборки того не стоит если вы запускаете свой софт собираете и запускаете свой софт в контейнере не используйте базовый образ alpine это сделает больше вреда чем польза и используйте линтеры на docker файлы которые вам подскажут как и где чистить место и как можно перестартировать слой например есть fromlatest.io давайте пытаемся ему скормить вот текущий docker файл что нам скажет он говорит то что apt-get был сделан без того чтобы удалить директорию var lib apt-list куда собственно скачивается информация существующих пакетов pip запущен без no install recommends а нет apt все еще запущен без no install recommends то есть пакеты вообще могут говорить что вот мне мне бы хотелось чтобы ты поставил еще этот пакет я с ним буду лучше работать вот и можно явно сказать что такого делать не нужно и нужно тегать картинки вот если я здесь отсюда еще уберу apt-get clean он скорее всего на этом не среагирует но хоть какие-то инструкции он нам предоставил что нужно оптимизировать вопросы ну и вопросов нет получается закончить лечебную лекцию всем спасибо